Возьмите Возьян Есть Возьмите Не спешите Не спешите. Уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола, мы пригласили вас на обсуждение крайне важной темы для страны. Это вопрос, связанный идти на выборы, идти или не идти. Если идти, то почему и зачем, если не идти, так же почему и зачем. Будет сегодня интересная дискуссия, я надеюсь, поскольку есть оппонирующие стороны, которые за то, чтобы идти на выборы есть, и те, кто считает, что нет смысла идти на эти выборы. У нас регламент следующий, что мы на сегодня даем первое слово Андрею Николаевичу Савельеву, выступит с позиции нашего русского национального фронта. Соответствующим образом будет высказана наша позиция. После этого мы даем оппонирующей стороне высказаться, те аргументы привести, которые она считает для себя необходимы с точки зрения идти или не идти. Ну и будем проводить дискуссию таким образом, что каждому будет представлено порядка 7 минут, чтобы высказать свою аргументацию. И где-то у нас продлится заседание до 18-45 минут. Давайте тогда начнем. Значит, первое слово я передаю Андрею Николаевичу Савельеву, члену штаба РНФ, лидеру Великой России, партии Великой России. Мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия предложит аргументы как за участие в этих выборах, и если за, то почему, зачем нужно идти на эти выборы, мы хотим услышать от сторонников участия в выборах ответ на этот вопрос. Так и против участия. Мы со своей стороны аргументы выскажем, кто-то их поддержит полностью, кто-то частично, кто-то дополнит наше мнение или обоснование этого мнения, кто-то выскажется против. Но нам надо увидеть вот этот спектр взглядов. Мы надеялись, что политические партии живо на это откликнутся, тем более, что для организации этого мероприятия их не требовалось ничего, кроме того, что явиться сюда со своей позиции. Но, к сожалению, большого отклика мы не получили. Некоторые партии сделали вид, что до них информация не дошла, хотя мы точно знаем, что она дошла. Ну уж, вот такие выборы и такие партии, с которыми мы сталкиваемся. И я предлагаю точку зрения, которая в значительной степени совпадает с тем, что уже есть в официальных заявлениях РНФ, ну и добавляю какие-то здесь свои собственные суждения, как специалист в этом вопросе. И начинаю с того, что информационное пространство, которое нас окружает, вообще не интересуется выборами. Я сегодня специально посмотрел вести по федеральному каналу, по государственному в 11-12 часов. Вести в 11 часов начинались с вопросов лечения от храпа. А вести в 12 часов, в основном событиями в Сирии и Италии, ни одного слова о выборах в официальных информационных сводках нет. Пару дебатов, так называемых, я посмотрел. Это не дебаты. Это не дебаты, это очень дешевая реклама. Люди, которые никогда рекламой не занимались, пытаются что-то рекламировать. Свои символы, свои физиономии, может быть. То есть информационное пространство не занимается выборами. Если какие-то там ролики кто-то заметит, какие-то отдельные фразы увидит, может быть, он что-то узнает. Вот еще один образец, который до меня добрался, ну просто потому что я был близок к источнику этой продукции. Не буду называть фамилии. Вот депутат Единоросс. Так как он выглядит на буклетике, он выглядел лет 20 назад. То есть это реклама того товара, который не существует. Буклетик, в котором 5 вопросов, которые сам себе этот действующий депутат задает и на них отвечает. Ничего существенного, что могло бы действительно интересовать избирателя, нет. Это не последний человек Единой России, заместитель председателя фракции. И вот когда у него спрашивают, какими достижениями вы гордитесь, он сам себя спрашивает, сам отвечает. За 17 лет работы в Госдуме я приобрел такую правовую подготовку, чтобы уж очень многие нормы законов знаю наизусть, понимая, как нормы отразятся на людях. Я являюсь одним из лидеров. По количеству принятых законов все они направлены на повышение качества жизни людей. То есть ни о чем. Человек 17 лет по себе в Думе, он ничего конкретного сказать не может. Только говорит о том, что он занимает высокие должности. За 17 лет он прошел какие-то шаги по карьерной лестнице. И приобрел огромную подготовку, которую на самом деле приобретают на студенческой скамье. И еще вопрос. Кто и что вдохновляет вас на работу? И он пишет, меня вдохновляет и наша эффективная внешняя политика, и деятельность нашего президента Владимира Путина, у которого я старался постоянно учиться. Ну как бы лизнул, глубже некуда. Вот такого рода реклама и брошюр к того же самого автора, с теми же физиономиями, снятыми 20 лет назад, что вам необходимо знать о ЖКХ. То есть человек, видимо, занимался вопросами ЖКХ очень долго. И вот такая инструкция. Тут ничего о парламентской работе, о законах. Эта инструкция, представляете, эта книга тут порядка 100 страниц, почти 74 страницы, о том, как обычному гражданину разбираться с вопросами ЖКХ, как будто у нас в жизни больше ничего нет. Вот мы должны изучать эти брошюры и наблюдать вот за таким вот, такого рода физиономии. Это такая преамбула, а по существу, кто проводит выборы. Вот те люди, которые проводят выборы, кто наделил их полномочиями? У них есть права проводить выборы. Если Конституция в 1993 году не получила необходимых 50% голосов избирателей от всего корпуса избирателей, может ли она считаться принятой? По действующему на то время от закона референдума, не может. Поэтому все государственные институты, которые формируются на основе этой Конституции, не являются легитимными. Ну, мы понимаем, что если сказать, что все это должно прекратить действовать, то тогда, можно сказать, государство распускается. Хорошо, пусть действует эта Конституция, пусть сочтем, что она не легитимна, но лучше хоть какой-нибудь закон, чем вообще никаких законов и ликвидация государства. Хорошо, те, кто ее принял, те, кто клянется на этой Конституции, они ее исполняют? Нет, они не исполняют. Они не исполняют ни в основополагающих ее статьях, ни в тех, которые посвящены деятельности органов государственной власти и порядку формирования этих органов. Есть статья, которая говорит, что народ источник власти. Вроде бы выборы должны превращать эту формулу в нечто реальное, формировать вот эти институты государственной власти. В Конституции в деталях это не написано. Там есть только положение о том, что Россия многопартийная. Но чтобы партизировать все выборы, там ни слова нет. А последние два сезона деятельности Госдумы у нас были только партийные выборы. Сейчас снова вернулись к мажоритарным. Там нет никаких фракций и нет никакого права депутату становиться членом какой-либо фракции. А реально Государственная Дума действует только через фракции. И если кто-то, одинокий депутат, пробьется каким-то образом без партии в Государственную Думу, то он вынужден будет вступить во фракцию. И по практике, скажем, 93-2007 года, как я смотрел, было в Думе, пока были эти мажоритарные выборы, было человек 15 тех, кто мог себе позволить быть вне фракции. Они не имели никаких прав. Потому что ты представляешь только одного себя. А представитель фракции представляет как минимум несколько десятков человек. И всегда Государственная Дума принимает решение, ну мы дадим выступление сейчас в дебатах по каждой фракции, ну а вы кто там такой, одинокий депутат, естественно, слово практически никогда не получали. И эти люди оказываются вообще как бы отброшенными. Всех депутатов склоняют к тому, чтобы они партизировались, вошли в состав фракции и действовали, подчиняя себя интересам этих фракций. Если судить по конституционным нормам, то люди, которые организуют выборы, это самозванцы. Это самозванцы, потому что они присвоили себе полномочия, которыми их не наделял никакой легитимный орган власти. То есть вот эти все цитки и так далее. Но это только фасад. Реально организация выборов занимается в неформальном плане. Люди, которые связаны с поступками, которые трудно оценить иначе, как государственную измену. То есть они оставили от государства один только фасад, а за этой вот декорацией театральной творят там свои делишки, в том числе и связанные с выборами, которые должны охмурить подавляющее большинство граждан, чтобы они поверили, что выборы действительно были. Да, очередной раз выборы не тех, очередной раз уровень поддержки Думы будет очень низкий, но все-таки выборы состоялись. Вот это и есть главный замысел вот этих изменников, находящихся за кулисами, имитировать выборы настолько, чтобы народ поверил, что они состоялись. И якобы с каждыми выборами у нас происходит легитимация органов власти. А на самом деле происходит очередная иллюзия. И люди очередной раз впадают в эту иллюзию. И, наконец, у нас правящие структуры, это ни для кого не секрет, это олигархи, которые все выборы монетизировали. И речь идет уже не о том, чтобы выдвигать какие-то идеи, какие-то законопроекты, какие-то идеологические доктрины. Нет, об этом речи не идет. И мы сейчас можем прекрасно видеть, что происходит в этом информационном пространстве, о котором я сказал в начале. Там это не обсуждается, потому что все монетизировано. Достаточно создать примитивный спектакль и убедить всех, прежде всего, чиновников в том, что они должны этой власти подчиняться беспрекословно, как только выборы состоятся. Но реально полномочий-то у него депутата Государственной Думы никаких, никаких. Есть партийные интересы, и они обязаны во фракциях подчиняться этим партийным интересам. Теперь о том, как организованы эти выборы. Они организованы таким образом, что отдельный депутат или парламент в целом не получит больше 10-12, ну максимум 15% голосов всех избирателей, имеющих право голоса. Не больше. То есть этот парламент в любом случае, это уже заложено в той системе, которая есть, не будет представлять большинство. Я не говорю, что даже меньшинство они способны представлять. Они и меньшинство не способны представлять. Но даже по формальным цифрам, электоральная поддержка отдельного депутата, который будет по мажоритарному округу баллотироваться, вряд ли будет превышать 10-15%. Это уже будет такой рекордный показатель, за которым может быть уже какой-то административный ресурс мощно действующий. Он и в остальных случаях действует. Но тут вот какой-то экстремальный, там вся воинская часть придет и проголосует, как сказали, а не как захотелось. Мы знаем, что выборы организованы таким образом, чтобы в них могли участвовать только отфильтрованные партии. А как они фильтруются, вы прекрасно знаете. То есть зарегистрируют только тех, кто лоялен. Но мало того, само законодательство устроено так, что те партии, которые зарегистрированы, партиями не являются. То есть они не стремятся к власти, а по законодательству они просто представляют некие общественные настроения или общественное мнение. Они отражают общественное мнение. То есть они как бы и не претендуют на то, чтобы быть властью. Так записано в законе. В политологических словарях сказано иначе. А здесь записано вот так. Мы знаем, что все списки согласованы. Все списки каждой партии согласованы. Мы такие случаи знаем, когда речь шла вовсе не о партиях первого ряда, который имеет высокий шанс пройти в Думу. А вот из тех, кто баллотируется от, как называемых, малых партий, которые шансов почти не имеют, они тоже согласовываются. То есть человек, который имеет хотя бы минимальные шансы, но считается по каким-то параметрам неприемлемым для этой власти, он просто будет из списков устранен. Это было и раньше. Это было и раньше. Но раньше система давала сбои, ошибалась. Сейчас она уже не ошибается. Она дует на воду, обжегшись даже на молоке. И мы знаем, что большинство партий, которые допущены до выборов, являются фиктивными. На момент их регистрации они якобы имели разветвленную сеть, но их просто платили определенным людям, которые ставили свои подписи и таким образом образовывались региональные отделения. На момент проведения выборов их никто не проверяет, потому что эти партии уже согласованы. Зачем еще раз проверять? Но реально нет у этих партий никакой инфраструктуры. Есть только говорящие головы, есть лицензия на участие в выборах. Они не представляют, не то что какие-то социальные или профессиональные слои, они не представляют даже своего актива, потому что его реально нет, не существует. И они не представляют никакой идеи. Зато есть фальшивки на все вкусы, есть хоть любой помысел, он предлагается в виде вот такого макета партийного. Вы хотите за пенсионеров? Есть. Хотите за экологию? Есть. Как социалисты, пожалуйста, коммунисты, две партии. Все, что угодно на ваш вкус. Самый непритязательный вкус он всегда получит некий такой символ, что ваш интерес представлен на выборах. Не в парламенте, а на выборах представлены. Большинство этих интересов, естественно, запад будут выброшены после оглашения результатов выборов. Мы посмотрим, завершаю, посмотрим к русскому вопросу, кто-нибудь из тех партий, которые вывелись на выбор, имеет какое-нибудь отношение? Поднимал этот русский вопрос. Говорил бы о демографии русского вопроса, говорил бы о геноциде, о заливающей государственные органы русофобии. Нет таких участников. А русские большинство, подавляющее большинство в Российской Федерации, ни одна партия этот вопрос не поднимает. И на дебатах его не предусмотрено поднимать. Это очень неудобный вопрос. Как только его начинаешь поднимать, все равно понятно, что все это фальшивка, это не выборы. Стоит ли в таких выборах участвовать? Мы пришли к выбору, что если это фальшивка, то участвовать в них не нужно. Напротив, нужно противостоять такой избирательной системе, такой системе формирования государственной власти, противостоять фальсификаторам политической системы, противостоять фальсификаторам выборов. А фальсификации мы ожидаем, как и раньше они были. И изобличение, к сожалению, не приводит ни к какому изменению, потому что так бы все уже договорились. Судебная система, правоохранительная система, государственные органы, все они между собой договорились. Поэтому мы считаем, что задачи граждан на этих выборах, во-первых, разоблачение их лживости и нелегитимности тех органов, которые будут по итогам этих выборов сформированы, и устремление своих всех усилий, прежде всего на то, чтобы прекратить геноцид русского большинства и других коренных народов, устранить самозванцев от власти, а сейчас все они самозванцы, всех называют себя высокими государственными деятелями, сформировать структуру гражданского общества и национальной безопасности. Они все разрушены, и все то, что называется такими структурами, работает на интересы ладбийских группировок или каких-то олигархических структур. Как таковой национальной безопасности у нас тоже уже нет. Эти органы работают в другую сторону, в другой сфере. Провести учредительный референдум, который соберет, по крайней мере, не менее половины от числа избирателей за некий проект Конституции или какой-то конституционный документ, учредительный документ о созыве, скажем, Конституционного собрания и так далее. И обеспечить реальное представительство не по партиям, а по социально-профессиональным группам. Все эти условия, к ним не одна из действующих структур, участвующих в выборах, не подходит. Соответственно, за них голосовать мы не можем. Можем ли голосовать за отдельных депутатов, вот вроде таких, которые там выставляют некий товар и предлагают, чтобы за них проголосовали, тоже не стоит. Мы не видим тех, за кого стоит голосовать. Если на этих выборах нет наших, то что нам делать на этих выборах? Наш голос все равно будет украден, в любом случае, по итогам. Поэтому наш вывод РНФ мы не можем, и советуем другим русским людям, и вообще всем честным гражданам, не участвовать. Мы не можем участвовать в фальсифицированных выборах. Поэтому мы в них не участвуем, но мы проводим дебаты на этот счет и готовы услышать альтернативную точку зрения. Спасибо, Андрей Николаевич. Я сразу бы хотел на несколько небольшой ремарху внести, что у нас сегодня обсуждение позиций, а не обсуждение конкретных лиц, поэтому я прошу всех участников прогулок стола, чтобы не переходить на личности и не обсуждать личности, ибо мы так уйдем в сторону совершенно. Поэтому как только мы будем переходить на личности, я с вашего разрешения буду просто прерывать выступающие. Я еще раз хочу представиться. Филин Владимирович, модератор данного стола, член штаба РНФ, координатор рабочей группы постоянных действующих совещаний национальных патриотических всех России. Давайте так, у нас из парламентских партий есть представители? Нет представителей. Нет, парламентские. А парламентские? Так что как вы будете парламентские, обязательно вас увидим. От тех партий, которые сегодня идут на выборы, кто представляет? Мы тоже. Двое, да? Еще есть? Есть еще кто, да, от тех партий? Нет. Значит, смотрите, у нас очень интересная ситуация, да? Мы приглашили 13 партий, 14 партий мне поправили. Всем отправили приглашение, причем два раза отправили приглашение, даже личные были приглашения, но к большому сожалению их, поскольку они должны были, наверное, встречаться с нами как избирателями и как представителями общественных организаций, ибо мы здесь представляем все же, в том числе и общественные организации, но они не сочли нужным прийти или своих представителей прислать. То есть получается так, что мы с вами не можем даже встретиться с теми, кого будем избирать. Ну им же страшно. Значит, я хочу сказать следующее, что в этой ситуации можно только сделать один вывод. Они от прямых дебатов уходят, от прямых обсуждений уходят. Значит, на телевидении, там где у нас центральное телевидение готовит, естественно, они будут выглядеть достаточно эффективно, эффектно, поскольку там все спланировано, все срежиссировано. Надеюсь, что нас услышат, надеюсь, что центральные средства информации обратят внимание на наши уже, ну даже не просьбы, скорее даже требования, все-таки переговорить, обсудить те вопросы, которые поднимаются на выборах, и обсудить самую вероятность выхода на выборах в день с теми партиями, которые сегодня собираются идти на выборы. Но давайте таким образом вас слышим. Мы тогда дадим слово оппонирующей стороне, да, те, которые сегодня хотят нам все-таки разъяснить, почему надо идти на выборы, а затем будем обсуждать. Может, еще кто-то, кроме них, еще кто-то, так, значит, на выборах. Ну я спросил, в принципе, мы будем... Мы просим вас, потому что потом выступит тот, кто поддерживает участие в выборах, а потом остальные... Ну, несомненно, но вначале мы дадим тем, кто участвует в выборах, потому что в другом. Так что давайте, пожалуйста, кто от вас будет выступать? Я смог без микрофона, голос громкий. Представлюсь, кто не знает, если он очень уехалил. Сегодня я тогда представлюсь в неком другом качестве, помимо патриотического, в котором мне многие могут знать. Я еще неким образом политтехнолог. Человек, участвующий в компаниях избирательных, несмотря на малый возраст, участвую в более чем 30 компаниях избирательных, от муниципальных до президентских, в том числе и президентских, не в России. То есть помимо общественной и идеологической нагрузки, это, назовем так, некая моя сфера работы, да, которая, ну кто-то там работает зубным, кто-то следственным, я политтехнолог, работаю в этой сфере. И поэтому происходит некое такое размежевание, назовем так, в патриотическом поле, то есть находясь в патриотическом движении достаточно долго времени, я вспоминаю времена 2000-х годов. Начну, наверное, с истории некой, да, с некого вектора развития. Вспоминается мне такой пример, как Национальная Державная Партия России, потому что не помню, кто-то, наверняка представитель, кто-то сидит, был по этому. Тогда зарегистрировались, собирались идти в Государственную Думу. Не получилось, по ряду причин, да. Потом сказали, ну мы пробовали, не получилось, зачем туда идти, играть с Шулером, там, когда у Шулера все карты мечены, и подобное клише, да. То есть таким образом, еще в начале 2000-х, даже еще, возможно, ранее, наметился некий вектор политической борьбы, который звучал так, это не участие в выборах. Хочу даться в теорию по трем основным моментам, как, возможно, прийти к власти. Мы говорим о том, что мы, националы-патриоты, приходим к власти прежде всего, не делить, как у нас сейчас происходит, да, как Россия, большой кусок, да. И когда люди, которые присутствуют у нас в Госдуме, в органах власти, порой впутывают бюджет со своим личным карманом. Так вот, мы, если намерены идти в органы власти, мы идем для того, чтобы реализовать свои идеологические посылы, прежде всего, чтобы остановить вымирание русского народа. Это наша основная идеологическая стезя, по которой мы должны идти. Так вот, три способа прихода власти, да. Первый путь, это вооруженный. Не будем даже сегодня о нем говорить, потому что это путь другого, да, пути. Нам говорят, что нужно идти только по этому пути. Ну, предлагают там, допустим, покупать благоствольные ружья, покупать патроны, больше ничего не делать. Ну, одно другому не мешает. Можно купить ружье, даже в целях самообороны, положить его дома и заниматься параллельно политикой, а не только ждать. Второй путь, это выборы. Общепринятый, общеизвестный, мировой путь. Во всех странах практически присутствуют выборы. Да, это сложный механизм, сложная система, которую нужно понимать, да, изнутри. И третий путь, это создание параллельных структур. Ну, мы знаем, это на пути, как-то, ленинской борьбы, да. Так вот, мой глубокий опыт показывает историческое, что одного чистого пути его никогда не бывает. это все время комбинированное. Что-то создание параллельных структур, что-то с вооруженными какими-то действиями, что-то даже с дворцовыми переворотами. Но три основных пути. На данном этапе выбор, это один из легальных способов политической борьбы. Я, как человек, который присутствовал в том числе в избирательных комиссиях со статусом решающего голоса, то есть, назовем так, человек по другую сторону добра, да, как говорится, когда мы сидели и с председательными комиссиями, как на рынке, торговали за голоса, мы прекрасно это понимаем, да, это правило. Либо мы участвуем и понимаем эти правила игры, либо мы остраняемся игры. А игра, это, извините, если так говорить, это наша политическая борьба. Да, правила не сложные, да, карты не мечены, если, как говорится, шулерам, но, зная эти метки, можно и выигрывать. Мне, почему я начал с 2000-х годов, еще тогда этот вектор говорит, что невозможно идти в выборы, да ничего не получится. Так я заявляю сейчас со всем опытом, что возможно не на глобальном уровне, а на минимальном, на муниципальном уровне. И призываю всех, в следующем году будут муниципальные выборы в Москве, я говорю о том, что этот уровень никто не смотрит, это никому не нужно, и можно пройти. И предлагаю всем нашим национал-патриотам участвовать обязательно в муниципальных выборах, потому что невозможно, не зная эту систему, невозможно из грязи в князи попасть, невозможно, не пройдя муниципальный уровень, московский уровень, окружной, районный, и так далее, идти сразу в Государственную Думу. Нужно набирать ресурсы, которых у нас, по сути, нету на данном этапе. Так вот, еще одни такие факторы из своего опыта, что выборы, да, это механизм практически срежиссированный. Я могу даже посчитать цену. В нашем современном рыночном обществе все имеет цену. На данном этапе цена выборов, прохода одного кандидата, стоит килограмм сосисек на избирателя, в зависимости от избирательного округа, будь то это местный, будь то это глобальная Государственная Дума, все это практически считается. В зависимости от известности кандидата, либо он малоизвестен, это такие плохие сосиски, да, если он известен, уже у него есть административный ресурс, тогда это другая цена сосисек. Так вот, мы понимаем, что этот процесс практически полностью срежиссированный, да, что все списки практически определены. Но я могу заявить о том, что выборы, они делаются двумя тактиками. Первое, это деньгами, да, когда все есть, когда это покупается, и второе, это ногами. У нас на данном этапе нету практически ресурсов. Наши возможности делать выборы и проходить, и побеждать в них, и такие примеры есть, я еще раз повторюсь, на местном уровне, только ногами. И почему призывают участвовать в выборах? Это называется брать листовки, печатать их, что-то не на ксерксе, и идти агитировать. Что это дает, и что отнимает, я хочу просто подвести такие итоги, да. Заявления, да, какие-то, если делать во время выбора, вероятность, что их услышат и увидят средства массовой информации, намного более велика, чем нежели простого человека, который заявит какое-то мнение. Я как кандидат, допустим, могу написать какую-то жалобу в ЦИК, в ТИК, сделать заявление для СМИ. Если у меня будут конкуренты какие-то, в которых вроде как бы все куплено, да, у меня на данном этапе конкурент, там, зам губернатора, да, но несмотря на это, я могу сделать заявление так, чтобы меня можно было слышать по всей стране практически. Мы сейчас пытаемся делать такие шаги. То есть за счет выборов мы решаем ряд конкретных задач. Первое, это агитация. Это путь как раз параллельный выбор к созданию своих параллельных структур. Я думаю, Валентина потом более подробно уже как по процессу выборов, что она сейчас подробно расскажет, что происходит в Воронежской области, какие у нас конкуренты, как они себя нагло ведут, просто чтобы, ну сейчас, конкретику, как говорится, не останавливаться на ней. Я глобально. Почему по путям выбора национально-патриотического движения и нашей позиции, что мы предлагаем? Почему участвовать непосредственно в выборах? Дальше, помимо агитации, это нахождение сторонников, это сплощение некой команды, это опыт участия. Потому что с каждым разом ты понимаешь, где тебя обыграли в прошлый раз. То есть у меня, например, оппонент был ректор Мефир. Могу сказать, например, в день выборов я его не выиграл, а на досрочном голосовании проиграл, потому что досрочное голосование было за подарки. Так, зная это, можно выигрывать. А не участвовав в этом, мы отклоняемся от политической борьбы. Извините на такие правила. Либо мы участвуем, либо нет. Дальше, по поводу неучастия бойкота выборов. Если брать стратегически, то есть примеры стран, когда действующие партии, которые входят в парламент, предлагают выхода из бойкота, тем самым создать некий такой сайт, как в футболе. Я буквально несколько минут еще подытожу тогда, потому что это достаточно долгий процесс, и это как стратегический путь, потому что действительно, оппонирую этому, призываю всех участвовать, всех призываю участвовать в выборах. В том числе, по какой причине еще сейчас, более подробно, потому что если мы не участвуем в выборах, что происходит? Я вот это основное хочу донести, то есть мы как организации допустим заявляем не участвуем в выборах. На данном этапе явка на выборы будет порядка 15 процентов. То есть реальное бойкотом мы не можем повлиять на результат выборов. Мы влияем на то, что явка становится еще меньше. То есть допустим, если все национальные организации начнут агитировать, национальные патриотические организации начнут агитировать за то, что не ходите на выборы, люди не пойдут. Условно, явка с 15 процентов будет 10. Мы поставим задачу себе, добьемся. Что будет в результате? А я скажу, что будет в результате. Малая явка, она ведет к тому, что побеждает Единая Россия. Это процесс, о котором, может быть, просто присутствует здесь не все, понимают. Я могу более подробно разъяснить. И мы можем влиять на результаты выборов только когда явка будет максимальная. Чем больше процентов, тем сложнее фальсифицируют выборы. Это общий международный практика такая. Чем меньше явка, это более выгодно привлечение админресурса. То есть, если мы, говорим, не участвуем в выборах, тем самым, мы даем голоса Единой России. Вы понимаете это или нет? Это так. Я утверждаю, что это так. Тем самым, еще отнимаются голоса у малых партий. А по закону у нас, что если малая партия не набирает 5 процентов, то голоса идут в копилку Единой России. Может быть, вы просто этого не знаете. Так вот, я вам как раз хотел снова посыл доказать это. И то, что если мы не участвуем в выборах, мы отстраняемся от политической борьбы. Я заканчиваю. Если мы не участвуем, значит, мы уже проиграли. А мы участвуем, призываем к борьбе, а не сложить лапу. Спасибо. Спасибо. Есть кто готов выступить и обсудить предложения, которые вы здесь услышали от Михаила? Кто из выступающих готов? Спасибо. Климен Алексей, Московское общество испытателей природы и одновременно являюсь активистом Монархической партии России. Хотел бы возразить, потому что я как бы хочу высказать свое мнение. Мое мнение совпадает абсолютно с позицией Савельева Андрея Николаевича по следующим причинам. Сегодня, насколько я понял, кроме курса «Единой России» на развал и обнищание страны наметился зыбкий диалог между национал-патриотами, так называемыми, и левыми силами, в частности КПРФ. Значит, задумка такая у этих двух сил большинством создать силу определенную, свергнуть либеральное прочубайсовское правительство и вести диалог с властью уже с позицией силы, опираясь на поддержку народа. При этом национал-патриоты говорят о национальном правительстве, о национальной промышленной буржуазии и тем самым вызывают серьезнейшее негодование со стороны КПРФ, которое вообще не приемнет никакую буржуазию, стоит на обчислении средств производства и стоит наоборот за уничтожение любой буржуазии. Но у этих двух сил, присмотритесь, у национал-патриотов и у левых есть единая платформа. Что это за платформа? Это социализм, это более справедливое распределение материальных благ, это бесплатная медицина, образование, здравоохранение и так далее. Значит, и если национал-патриоты на коленях просят КПРФ объединиться, создать единый фронт, то КПРФ, мы это видим по, значит, различным круглым столам и дискуссиям, КПРФ в этом перспектив совершенно не видят. И сегодня общей проблемой для всех политических сил России является все-таки правильным, Михаил сказал, я поддерживаю полностью, это низкая явка населения на выборах. Вера народа убита сегодня, и это основная проблема сегодняшнего дня. Значит, действительно, значит, власть, используя административный ресурс, может, как мы это видели, да, может влить 40% в бюллетене при любом голосовании, и мы это убедились не единожды. Кроме того, сегодняшняя власть, используя административный ресурс, перенесла выборы с декабря-март на сентябрь, когда явка населения минимальная, максимальная явка населения именно в декабре и в марте. Мы это все знаем об этом. И голосование в это время протестнее. Вот тоже это серьезнейший как бы момент. Кроме того, я, значит, предполагаю, что справедливая Россия окончательно разгромлена. Почему? Потому что это партия Родины, партия пенсионеров выдвигают своих кандидатов самостоятельно. И я полностью согласен с Михаилом, что есть три варианта изменения сегодняшней власти. Это винтовка или кирпич в руках пролетариата. Но этот вариант изменить, извините меня, работать не будет, потому что 48% федерального бюджета идут на финансирование силового блока. Это Нацгвардия, прокуратура и так далее. Второй вариант изменения власти это выборы. Как я уже сказал, вера народа убита. И этот вариант тоже непроходной. А вот третий вариант, на который я ставлю ставку и который может реализоваться в ближайший год-два, это внешний фактор войны. Посмотрите, что происходит в Сирии. Сегодня уже Турция ввела 40 танков и несколько тысяч своих солдат в Сирию. Посмотрите, что происходило на Украине. Значит, Донбасс вот-вот опять загорится, так сказать, и так далее. Поэтому низкая явка населения это серьезнейший удар, на мой взгляд, по действующей власти, которая теряет политическую опору под собой. И, значит, плюс падает жизненный уровень населения. Потребление населения падает. Население серьезнейшим образом нищает. И сегодня все, кого можно сегодня отнести к среднему классу, оказываются тоже выброшенными на эту историческую обочину, на обочину исторического процесса. То есть, люди просто, людей просто выкидывают на помойку. Значит, и сегодня, я делаю уже вывод, заканчиваю, сегодня, когда правые, правые национал-патриоты просят на коленях левых объединяться. Я, значит, вижу, что в стране, у нас, в России, набирает популярность религиозный дискурс. Тема религиозной справедливости выходит на первый план, потому что именно эта тема описывает смысл жизни. Сегодня уже людей не устраивает либеральный, значит, либеральный аргумент тела. Значит, люди готовы пожертвовать своим телом и своей жизнью. И эти люди сегодня требуют политической власти. И это, на мой взгляд, конец либеральной идеи, конец либерализма, конец социал-дарвинизма, когда люди в течение последних 20 лет заботились о своем комфорте, о материальном благополучии всеми возможными способами. Сегодня либерализм уходит на обочину исторического процесса. Поэтому, значит, россиянам уже надоели эти рожи, которые с экранов телевидения 25 лет уже твердят об одном и том же. О бесплатной колбасе, о производительных силах, о светлом материале, о материальном будущем и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня идеализм и сознание выходят на первый план и стоят выше материализма и стоят выше, значит, светлого материального будущего. Поэтому сегодня, значит, человеческое сердце ищет воплощение сегодня в религии и религиозный интернационализм на основе аврамического откровения единобожия может наполнить сердце каждого из нас, друзья мои, смыслом и сделать каждого из нас человеком-героем. Спасибо. Спасибо. Есть у кого ещё выступления по поводу выборов против? Пожалуйста, лицо. В общем, было четыре выступления. Они очень все четыре противоречивы. Нельзя согласиться с многими положениями, которые здесь высказывались. Первое. Рассмотрение силового варианта как составляющего общей стратегии не должно даже рассматриваться, потому что это тупиковый вариант, как показывают многочисленные примеры истории. Второе. Мы должны понимать, что власть решила те задачи, которые перед ней стояли. Она создала вертикаль власти. Власть создала систему по типу вертикальной социальной сети, иерархической сети, которая успешно работает. В рамках этой сети зачищено политическое поле, с которым сейчас не присутствуют ни олигархи, ни независимые партии и так далее. Второе. Когда мы говорим о том, что мы можем сотрудничать с какой-то партией, то тут есть два аспекта. Сотрудничать с верхушкой партии, которая встроена в систему, и люди, которые руководствуются теми классными лозунгами, которые они пропагандируют. Лозунги могут быть разные, и ситуация может быть достаточно запутана, и это является одной из задач, в том числе СМИ. Опираться можно только на одно. В власти много системных противоречий. Противоречий внутри самой системы. Вы посмотрите, сама власть, казалось бы, сидел крепко на кресле, но вывозит капитал за рубеж. Есть много цифр, я не буду перечислять, какое количество капитала вывозит за рубеж. Достаточно сказать, что за последние 15 лет количество легального и нелегального капитала вывезло за рубеж, приближается к полуторам триллионов долларов. Это практически значит, что вся та вертикаль власти, которая создана, она не работает. Вторая составляющая, которая точно так же сильно размывает вертикаль власти, это коррупция. Если власть вертикальная и сильная, то коррупции не должно быть. А у нас есть две системы. С одной стороны вертикали власти, а с другой стороны клуб любителей пожить за счет государственного бюджета. Это сильно размывает вертикаль власти. Третье. Лидеры вертикали власти, они являются членами системы и в некотором смысле пленниками системы, они ничего не могут сделать. Потому что если они начнут что-то делать, они выпадут из этой системы с одной стороны. А с другой стороны, они не позволяют вертикаль в этой системе сколько-то измениться. Потому что для существующей системы изменение это равносильно потеря стабильности. А это значит, что любые попытки влиять общество на власть, они в рамках этой системы обречены на провал. И мы заведомо проиграем выборы, которые есть. Второй вопрос о перспективе. Да, здесь сильно говорили и правильно говорили. У нас сейчас информационные сети, в которых и вообще идет такое понятие как сетевая война, информационная война и так далее. И более того, в рамках этих терминов на лидирующее место выходит понятие информации. Информационный факт становится основным моментом. Вы посмотрите, что делают сейчас Соединенные Штаты, лидеры и взявшие с них примеры религиозные экстремистские сети. Они создают информационный, как бы сказать, прорыв. Этот информационный прорыв практически ничего не меняет. Ну что сменим, допустим, взрыв в вашем близнецов? Ничего не изменим. Но он был колоссальным подтверждением силы. Поэтому сейчас в информационном обществе любые моменты участия являются положительными. Следующее. Если мы уходим с выборов, то совершенно правильно говорил Михаил. Это значит, что мы автоматически добавляем голоса партии. Которая будет у власти. Почему? Если есть 10 избирателей, из них 5 против существующей системы, а 4 за существующую систему. То в этом случае партия власти наберет 80%. Но если последний участник уйдет, то в этом случае, казалось бы, небольшое изменение, партия власти наберет 100%. То есть любой переход из поля голосующего против на не голосующего – это увеличение процента власти в существующем парламенте. Поэтому здесь молодой человек с абсолютной правой. Следующее. Значит, ну вот тут уже развитие того, что здесь говорили. В информационном обществе наибольшей мощностью обладает информация. А мы сейчас живем в информационном обществе. А продолжаем действовать по старым технологиям. Мы новые технологии практически не применяем. Это привело к тому, что мы в очень большой степени разобщены. Вы посмотрите. Существуют десятки, если не сотни различных движений, групп, противодействий и так далее. Но они все действуют независимо, не скоординированно. И в результате то, что они делают, не являются информационной, силовой точкой на информационном поле. То есть этим всем надо пренебрегать. Что власть успешно и делает. Тот же самый Медведев не стесняется сказать, что нам не нужна гласность. Нам нужна свобода слова, но нам не нужна гласность в основном заявлении. То есть вы можете говорить все, что угодно. Но что мы делаем, это не ваши девочки. Что это такое? Это значит, что власть полностью останется от общества. Это серьезнейшее противоречие, которое должно чем-то кончиться. Конечно, власть сейчас сильная, но в то же время слаба. Она не только сильна, что она частично противодействует сейчас попыткам влияния Запада на внутреннюю полечку. И недостаточно успешная. По той простой причине, что власти действительно построена насильная. Но у нас есть потенциал на информационном поле. И мы должны научиться его использовать. Если мы сейчас будем просто уходить, то следующая ситуация будет еще хуже. Вспомните 2011 год, 2011 год. Ситуация была гораздо более оптимистична, чем сейчас. Мы сейчас. Мы тоже проиграем. Спасибо. Я Боброву предоставляю слово. Потому что она, по-моему, после поступления себя не сухаритна. Меня зовут Валентина Боброва. Национальное консервативное движение. Вот на данный момент я являюсь кандидатом в Государственную Думу от партии, от Российской экологической партии «Зеленая». Значит, я бы хотела обратить внимание всех национал-патриотов сегодня на Европу. Вот посмотрите, значит, там национал-консерваторы, значит, правые, находятся в Европарламенте. В том Европарламенте, в той самой «Гей-Европе», как ее называют. Но, тем не менее, националисты, среди них есть депутаты. Значит, даже радикальная золотая заря. Вот. Чего не скажешь о нашем парламенте российском совершенно. Значит, в какой-то момент, конечно, многие надеялись на партию «Родина», в которой состоял раньше Андрей Николаевич Савельев. Вот. Все мы это прекрасно помним. И на данный момент, вот сейчас я являюсь оппонентом нового, так сказать, лидера партии «Родина», это Алексея Журавлёва. Сегодня у меня с ним идет жесткая, так сказать, борьба за мандат, скажем так. Значит, это борьба буквально с административным ресурсом. Это борьба с целой системой. Но, тем не менее, в эту борьбу я вступаю. И считаю, что отстранение от политического процесса в стране сегодня для нас, для националистов русских, это просто преступление. Вот, с учетом того, что говорил Михаил, я не буду повторяться, что мы в копилку сегодня «Единая Россия» и той системой набрасываем еще больше очков своим отсутствием. Более того, мы отстраняемся вообще, получается, от общественной и политической жизни. Каким образом мы тогда будем влиять вообще на массу, понимаете? Сегодня, вот даже благодаря вот этой борьбе, которую веду я с Алексеем Журавлёвым сегодня, который уже проявил себя как абсолютно не то чтобы не лидер, даже как не мужчина, понимаете? Даже пишет на меня там в цик, пишет в тик жалобы, обвиняет меня в экстремизме, значит, пытается, значит, оказывать давление через сотрудников полиции, через суд, обвиняют меня по статье 282 за разжигание межнациональной Родины и прочее, и прочее, сканируют там мою страничку и прочее, и все эти дела. Обвиняют, как это у них принято, в национализме. В то самое время, когда партия Родина, она, собственно говоря, создавалась Рогозином как национально-патриотическая некая сила, куда, собственно, как мотыльки сбегались, так сказать, все национал-патриоты, которые считали, что вот оно то самое, значит, вот оно, давайте, значит, сейчас мы возьмем власть. На самом деле, оказалось, нет. И на данный момент это абсолютный спойлер. Вот сейчас, в преддвериях выборов, мы планируем международную конференцию, которая так и называется «Выборы как инструмент создания национально-консервативного лобби в противовес, как альтернативу антинациональному либеральному лобби». На эту конференцию приедут правые Европы, то есть это национал-консерваторы, наши друзья из Сербии, Бельгии, Италии, Германии и других стран, из Польши, значит, и так далее. Вот. Мы хотим перенять опыт у тех людей, которые уже имеют его в Европе. Как ни крути, но вот здесь она всегда Европа была перед нас, и в этом смысле в том числе. Несмотря на то, что там, конечно же, еще больше третируются вот такие национально-консервативные силы. Там вообще невозможно, значит, вообще не высказать ничего против каких-то там миграционных потоков, еще что-то. У нас эта возможность есть, и мы не можем пройти никуда. Вот Андрей Николаевич был в Госдуме, да? Вот был депутатом. Я просто, ну, как бы уважаю Савелева за то, что он там делал, и вообще за то, что вот это получилось и так далее. Я считаю, что останавливаться-то не надо. Нужно, наоборот, дальше идти. Нужно участвовать постоянно. И даже то, что сегодня я вижу, и то, что я обличаю вот Алексея Журавлева, я обличаю те самые выборы, которые пытаетесь вы обличить вот этот весь фальсификат, который там устроен. Потому что на данный момент мы готовим заявление в ЦИП о том, чтобы Алексей Журавлев сняли с выборов. Потому что у него куча нарушений, потому что он уже превысил лимит агитационный, значит, абсолютно не соблюдаются никакие, значит, нормы равноправия, значит, кандидатов и так далее. На самом деле создана такая ситуация, что из десяти кандидатов, которые идут по одному округу вместе с Журавлевым, это просто технические кандидаты, которые, ну, им дали просто, так сказать, немножечко, простите, рожей потрогать. И вот, и никто не ожидал того, что какая-то, значит, девчонка начнет вот кидаться камнями самого лидера партии Родина. Более того, объединит родинцев, сейчас члены партии Родина, Красноярского отделения регионального и других отделений регионов намерены приехать в Москву на пресс-конференцию 2 сентября для того, чтобы поддержать не лидера партии Родина своего, а, значит, своего соратника Валентина Ваврова. Вот так мы ведем сегодня борьбу, понимаете? И я считаю, что надо было делать мне в этом случае. Надо было отстраниться от борьбы, надо было сидеть ровно, надо было ничего, значит, не делать. Я считаю, что наши действия абсолютно правильные. Может быть, в какой-то мере, я вот сейчас послушала, Андрей Николаевич, я поняла, что действительно, ну, я понимаю, вернее, что, да, это все скальсифицировано, что, значит, массовый бойкот, он даст как результат, и что, значит, власть не сможет осуществить вот эти скальсифицированные выборы. Но дело в том, что вы никогда не повлиять на эту ситуацию, потому что вы вообще давно общались с народом. Я вот сама человек из народа, я из Воронежской области, вы знаете, что, ну, в моей ситуации, да? И я вам хочу сказать, что люди, как бараны, пойдут, понимаете, бюджетники. Я только приехала из Воронежской области, общалась с избирателем своими будущими. Они вообще всего боятся. И вот что скажет начальник, там, какой-то маломальский, то они и делают, вы понимаете это? И никто, никто не пойдет против, и, значит, там буквально следят вот так, чтобы поставил зал, что там, где нужно. И наша с вами задача сейчас рассказать людям о том, что вы имеете право голосовать за тех людей, которых вы считаете правильными, за тех людей, нужно до них это донести сегодня. Значит, те люди, которые действительно вас поддерживают, из народа, почему же вы боитесь, почему вы такие трусы, почему вы такие рабы? Вот о чем сегодня нас говорит, а не о том, что вы давайте все вместе. Они и так ничего не хотят, люди, они и так выпали из процесса политических, им уже на все наплевать. Их превратили просто в какой-то белый мусор сегодня. И мне страшно это произносить, но мне страшно за мою страну, мне страшно за своих детей. Я не хочу, чтобы мои дети жили в беломусоре. Я хочу, чтобы вокруг меня были патриоты, чтобы это были люди, а не рабы. Вот о чем сегодня, собственно, мы говорим. Поэтому я призываю национально-патриотические силы сегодня поддержать тех кандидатов, которые уже выигрывались, участвовать самим. И не податься, скажем так, да, простите за выражение, друг с дружкой, как обычно у нас это принято, там поляну какую-то все поделить мы не можем. А наоборот, сегодня нужно где-то наступать, может быть, даже на полу собственной песни, но объединяться. И по каким-то хотя бы процессам, моментам, друг друга поддерживать. Все правильно, вот Лисовский сказал, информационно, прежде всего. Мы в провале этого смысла, в полном провале. И сегодня, вот в своей международной конференции правых сил Европы и России, мы хотим создать как раз такую площадку, значит, зарегистрировать ее официально, значит, эта площадка будет создана для обмена информацией. Когда что-то проходит у нас, должны знать об этом консерваторе Европы. Когда что-то делают они, должно быть известно у нас. Мы должны обмениваться ресурсами, какие таксы мы можем проводить совместно. Потому что сегодня у националистов Европы и России общие цели и задачи. Мы сегодня должны объединить. Они сегодня помогают нам, и мы сегодня помогаем им, как ни странно. И это не противоречие сегодня общей тенденции, значит, политической, ну, в стране, скажем так. Да, это те самые лазейки, через которые, вот как Лисовский сказал, можно сегодня на противоречиях играть. Вот, собственно говоря, все. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Валентина. Представлюсь Андрей Сергеевич, я доктор экономических наук, эксперт нашего движения. И прошел порядка десяти избирательных кампаний. В разном уровне я был 12 лет депутат Центрального собрания Санкт-Петербурга. Выигрываю у всех, кого можно и кого нельзя, и кто ногами, и кто деньгами против меня выступал от администрации. Поэтому, имея определенный опыт, я и в Думу блатился, и дважды у губернатора нашего великого города. Поэтому с пониманием изнутри отношусь к словам политтехнологов. Вопрос стоит сейчас несколько иначе, чем, может быть, участвовать и не участвовать. Он серьезнее, потому что, по моим расчетам, где-то между 2018 и 2020 годом будет сделана очевидная попытка после переизбрания президента по развалу страны по методу России, ну, СССР. Это технически понятно, осуществляется грамотно путем уже неких консолидированных действий. И не понимать этого нельзя. Это и есть цель, куда нас, в общем-то, гонят. Подорогой к этой цели должен быть сформирован послушный нормальный парламент, нейтрализованное население, превращено в барабок, как вот здесь вот говорилось, и одновременно уничтожена вся оппозиция. После этого президент вступает в должность и поехал. Как это будет сделано, наверное, технически не надо сейчас говорить, но вопрос сегодня стоит о том, какое наше-то участие может быть. И вопрос здесь технически для нас двоякий. Как, с одной стороны, поднять свой престиж, а с другой стороны, причем многое консолидировать на себя, а с другой стороны, повлиять все-таки на эти выборы. Вариант неучастия, он приносит победу действующей власти. Действительно, это так, она наберет больше очков и в процентном отношении составит то самое послушное большинство. А вот на чем можно консолидировать население, поучаствовав все-таки каким-то образом? Вот что сейчас самое главное является у нормального человека на кухне, в поле, в доме? Протест. Он не знает, как его выразить. Графов против всех нет. А вот теперь смотрите, если мы призываем голосовать, всех никого можно голосовать только за те партии, которых нет в парламенте, вот понимаете, это и есть протест против нынешних. Уберите их, поставьте любую галку, против кого хотите, то резко вдруг меняется налаженный механизм взятия власти действующей верхушкой, очередное взятие. И тогда происходит вдруг скосодоченное голосование в пользу ногами, опять же, в пользу тех, кого не было до сих пор. Вроде их расписали как технических участников, и вдруг они появляются в гораздо большем проценте, чем нынешние. И начинают противовесно существовать прямо там, в органах власти. Что они делают первое при деловой власти? Они начинают надувать щеки и делать из себя нечто большее, чем они были до сих пор. Но это то, на чем потом можно их ловить и говорить, давайте делать вот так, и давайте не так, как раньше. Потому что протестный электорат уже свое слово сказал. Поэтому выводы здесь такие. В принципе, я бы советовал, как именно политтехнолог, сплотить всех на консолидации. Пришли и проголосовали против. Против кого? Против нынешних. Поверьте, это сработает на уровне обывателя. Да, он баран, но он уже устал им быть. Иногда это становится мучительно. Уже 40% рост цен на товары первой необходимости за какой-то короткий срок довел всех до бешенства. Они ждут способа реализовать свой протест. Давайте им это дадим. И последнее. У нас, когда говорят, что вбросы и прочее, я проходил все эти вбросы. Сейчас все решается в тиках территориальных комиссиях. Весь фальшак там. Им спускают цифры. Они собирают с уников информацию. А систему газа заводят другую. Это работает в течение... Почему они сразу не объявляют результаты выборов? Почему никогда не публикуются данные по УИКам, а только тиковские, сводные, которые уже заранее к ним пришли сверху? Не в комнате Чурова это волшебно делается, а это делается в каждой территориальной избирательной комиссии. Так вот вопрос. Если вторым требованием нашим будет публикация данных первичек, вот тогда это поставит всех в крайне неудобное положение. Вот эти сводные данные покажут реальное голосование. Вот о чем можно вторым говорить. При этом призывая народ прийти как можно в большем числе и проголосовать против нынешних. Вот это слабое звено нынешней системы, которая вдруг неожиданно нам придаст престижи. И при всем при том повлияет на результаты голосования, может быть, радикально. Спасибо. Александр Холин, генерал-майор, заместитель Верховного Атамана СКВС, Союза Казачьих войск России за рубежи. Я вот послушал многих выступающих, и почти все, не почти, а все говорят об одном и том же. То есть партии, то есть выборы. А вот вы представьте, что все партии, все партии, без исключения, ну, за маленьким исключением, как Андрей Николаевич, например, находятся по одну сторону окопа. А по другую сторону окопа никто в эти окопы не заглядывал. По другую сторону брустера. Так вот, по ту сторону находится как раз, скажем так, движение Минина и Бажарского, который Квачков организовал еще. Которое запретили сегодня. И Квачковым, Владимиром Васильевичем, был произведен опыт народовластия, который полностью удался в Таджикистане. Правда, он прекратил, вот, поэтому его вовремя заключили сегодня под стражу. И он сидит ни за что. За то, что он единолично пытался свергнуть правительство. Имея на руках только какой-то лук, что ли. Лук. Типа того. Дальше. Предлагал еще, значит, это недавно совершенно, год назад, в декабре месяце, предлагал провести референдум. Всеобщий российский референдум. Барабаш Кирилл. И где он сейчас сидит. Почему? Потому что ему предъявить ничего не могут. Нет такой уголовной статьи, потому что за предложение правительству провести референдум среди народа. Не за кремлевские деньги. Не за кремлевские деньги. Вот. Значит, его посадили. Предъявить не могут, но не выпускают. Вот, буквально недавно совершенно посадили Гекишева Юрия Анатольевича. То же самое. Он поддерживал, значит, движение, смысл движения Минины Пожарского, то есть народовластия и земские соборы и прочее, прочее. Вот, никаких вооруженных восстаний. Но Гекишева тоже осудили. Предъявили и инкриминировали, что? То, что года три-четыре назад он опубликовал, якобы, в интернете, какой-то ролик, где присутствовали фамилии этого слова «жидовские». Жидовствующие. Это что, ругательство? Или что, оскорбление правительства? Простите. Менделя Медведева. Оскорбление. Лично. Это не оскорбление. И, значит, человека, больного вообще-то тоже посадили. Почему? Потому что за такими людьми народ шел. И не боялись, кстати говоря, Валентина. Ездили, и Якишев ездил, вместе с Квачковым ездили, по России по всей ездили. Они, народ шли, когда это самое сейчас, в Новороссийске. Многие идут. И именно поэтому согласны на референдум. Дайте людям сказать. Людям, именно людям. Не то, чтобы галочку поставить там и прочее. Они действительно боятся будут. А и человек должен прийти сказать это свое слово. То есть открытое голосование конкретное. Не какие-то там шарики, которые спускают, как вы говорили, которые учитываются, подсовывают, подтасовывают. Это давно известно. Да, вбросы, вбросы. И выборов никаких не будет. Никаких. Хотя вы призываете. Вот, все равно, выборы будут. И вы призываете, Михаил, садитесь со мной в мой окоп и играйте крапленными колодами. Ну что вы не умеете, пока я вас научу. Вы вор должны это самое воровать. А я не вор. Я против воров. Прости, Господи. Так вот. Извините. Так вот. Значит... Никто не говорил, что я вор, и давайте играть вместе с нами. Крапленными колодами он сам назвал. Если вы не видите, что крапленные... У меня просьба. Я говорил, что как только наличность переходит, мы уходим в сторону. Пожалуйста. Я в сторону уходил. Значит, да, извините, извините, если обидел. Дальше. Значит, возьмем сейчас нынешнюю экономику. Дальше, когда нынешний президент приходил к власти, доллар стоил 30 рублей. Сейчас 120 процентов, рейтинга у него из 100 возможных, что, значит, он экономику страны поднял, но доллар, извините, стоит сейчас 60, сколько там, 3? 4. 4, да. И после выбора поднимется намного. Это раз. Он просто удерживается сейчас. Дальше. Танкеры стоят в Анпетине, там, ну, бог его знает где, нефть уже не продается, практически. Экономика рушится на глазах. Посмотрите. Я просто фактически, ну, так скользко упоминаю. Значит, дальше о СМИ, почему молчат, Андрей Николаевич говорил. Почему? Потому что им нечего говорить. Нечего. Потому что все так и будет, как в Кремле прикажут. Честь отдадут, вот, все, все так и будет. Значит, прошу прощения, время. Спасибо, я заканчиваю. Значит, давайте взглянем на положение вещей так. Не в одном окопе только рассматривать положение вещей среди партий. Партии сейчас не нужны вообще. Никакой партии сейчас не нужны. Нужны, вот, возвратите, скажем, движение Минина, пожалуйста. То же самое. Оно проверено, оно работает. Народ поддерживает его. Я за народ. Спасибо. Спасибо. Игорь Анатольевич Путин. Я хочу прокомментировать утверждение представителей, которые участвуют в выборах. Даже не сколько прокомментировать, сколько действует эту позицию, которую мы приняли у себя на нашей маленькой организации в общерусском национальном движении. И которая твердо, практически единогласно, постановила в выборах не участвовать. Никоим образом. Мы полагаем, что действительно, играя по тем правилам, которые предлагает власть, мы можем теоретически, или вы можете участвовать в этом, взять свои законные 3-3,5-5%. Может быть, играя в эти игры в течение 10, 15, 20, 50 лет, эту сумму удастся поднять до 15%, до 20%, сформировать фракции, такие же, как и в Европе, с которой предлагается взять пример. Но какой результат это даст для населения нашей страны, для нашего народа? Для вас какой-то результат даст. Для народа не даст в ровном счете ничем. Во-первых, у нас нет ни 15, ни 20, и тем более 30. При нынешней экономической и общеполитической ситуации Россия кончится гораздо раньше. Раньше, чем вы сумеете создать дееспособные фракции в союзе с европейскими правами или вне совместной. Поэтому мы исходим из того, что будет системный кризис, будет слом системы, причем не нами инициированный. Он инициированный просто тем, что власть доедает последние ресурсы, доставшиеся не после Советского Союза, причем не только экономические. Просто хотя бы и русские ресурсы доедаются, моральные ресурсы, о которых мало кто говорит. Все начинают, просто исчезают люди, которые работают честно. При нынешней системе они просто вымываются, ускоренно вымирают, фактически уничтожаются. Как только количество честно работающих людей окажется ниже определенного минимального порога, все рухнет сразу. Очень короткий случай. Мы полагаем, что даже 2020 год отнюдь не является тем рубежом, который мы можем преодолеть и нынешней. Лично я полагаю, что начало слома начнется в будущем. Тем более, что мы вошли в жесткое противоречие, и сама система вошла в жесткое противоречие с мировой олигархической, туристической системой. И это противоречие не устранено. Нас все равно будут уничтожать. Поэтому, участвуя в выборах, вы всего лишь добавляете легитимность нынешней власти. Вы признаете за ней право устанавливать легитимность. Играете в ее игры. Может быть, вы рассчитываете получить трибуну. Ну, многие рассчитывали. Что за 25 лет, что ли, изменилось? По-моему, ситуация только улучшается. Эта власть закостенела. Окупливалась. Она не только не будет меняться в лучшую сторону, она будет просто завинчивать гайки. Это единственный способ, который выжигает. Это не значит, что мы должны эти гайки взрывать. Мы должны их взрывать. Просто вместо того, чтобы участвовать в ложных мероприятиях, мы должны, на мой взгляд, готовиться к тому моменту, когда рухнет вся система. И парламентская, и правительственная, и чиновная парада. Так же, как рухнуло все в 91-м году. Хотя еще в 90-м, кто помнит, наверное, советская власть казалась незыгненной. А все, кто против нее выступает, маргиналами поступрил. У нас сейчас, в принципе, то, что происходит в процессе, происходящем на верху, они абсолютно идентичны процессам, происходящим на верху, что ли ЦК КПСС в конце 80-х. Там нарастает воскол, и уже явно возникла фракция, которая будет уничтожать нашу страду. И снова сдавать ее по дешевке западу. Ради получения власти и сохранения дивидендов, полученного за 25 лет разграбления. И вот то, что произойдет в ближайшие годы. Если не в будущем году, так через год, через год. Поэтому мы просто не хотим с этой властью не иметь ничего общего. Вообще. Мы не собираемся против нее строить эволюцию, она сама себя сажет. Мы будем готовиться к тому моменту, как она предоставлена. Вот то, что мы планируем делать, если мы, конечно, найдем ресурсы для этого. С этим самая большая проблема. Но ничего общего с этими людьми мы иметь больше не желаем. И вы их выигрышу не играть не будете. Все. Партия Григорьевич, партия Григория Отечества. Я представляю институционный клуб Московского регионального отделения. И партию, которую, вот когда вы говорили, уважаемые ведущие, вначале, какие партии здесь есть парламентские, или какие участвуют в выборах, я вот ни к тем ни к другим уже не отношусь. Неделю назад сняли с выборов. Вопрос о том, какие партии есть, кто там за русских, у нас в стране что-то говорит, или там за демографию. Вот у нас первый пункт программы звучит так. Гражданство Российской Федерации гарантирует политические, экономические и культурные условия для свободного развития всех наций, живущих на территории России, созданной и скрепленной государственно образующим русским народом. И по поводу демографии у нас тоже пункт, пункт есть о том, что, во-первых, у нас программа, есть русский миллиард, если вы наберете в интернете, русский миллиард, это мы, мы сделали круглый стол и так далее, оно так называется, русский миллиард. Может быть, поэтому нас и сняли, знаете, с выборов в том числе. Это к вопросу, значит, о том, кого допускают, кого нет. Вот Андрей Николаевич вначале сказал, что по телевизору нам выборы не показывают. На самом деле нам показывают примерно почти год уже выборы, но не наши, а сошанские. Вы, наверное, когда включаете новость, там все время говорят, Клинтон сказал это. Сошанские, кстати, это правильное слово, когда вы говорите американские, это слово неправильное, потому что американцы это там чилийцы, бразильцы, аргентинцы, мексиканцы, канадцы, сошанские, это все американцы. Просто есть одна избранная нация, которая сказала, вы американцы, нет, ребята, вы сошанские, вы это называете, пожалуйста, правильно. Это каждое из выступлений я так не говорю. Да, естественно, что я за выборов, потому что раз я представитель партии, я не могу быть против выборов. Да, было бы странно, что я бы сказал, вот нас сняли, я против выборов. Теперь, нет, конечно, я за выборов. Почему я за выборов? Вот как-то мы на Народном соборе, вот этой весной как раз Евгений Алексеевич Федоров присутствовал, мне удалось с ним подискутировать, потому что он бежал там на поезд, но я после него там выступал и сказал следующую фразу. Он тоже против выборов говорит, хотя сам туда идет, вот тоже интересно, да. Я вот что хотел об этом сказать. Смотрите, значит, сравнить то, чем мы с вами занимаемся, и те, кто за, и те, кто против там выборов. Это все равно, что вот сказать, что во время войны вот есть, например, флот, есть авиация, а есть там сукопутные. Но вот мы, значит, авиацию применять не будем. Это вот не наше. Мы туда не пойдем, в авиацию. Мы не знаем, какие регламенты там, кто где-то самолеты делал, кто там главный конструктор у них. Мы не знаем. Это чужое, не наше. Мы только будем вот пехотой наступать, танками и кораблями. А авиация, это не наше. Вот я хочу сказать, что нет, ребята, мы должны по всем фронтам идти. И у вас, тех, кто вот делает движение, что я услышал от оппонирующей сейчас страны, хотя мы все патриоты делаем одно дело, что того посадили, у этих не получилось, против этих статья, против этих у вас не получается, у нас вот тоже не получилось. Это же не значит, что вы должны бросить свою деятельность, а мы должны свою. Еще раз говорю, мы должны по всем фронтам наступать вместе. Нельзя говорить, мы не идем на выборы, потому что там это, а вы идете. Да нет, мы должны. Хорошо, что есть те, кто идут на выборы. Вот у нас тоже не получилось. Мы набрали опыт сейчас. Вот может ребята там пройдут. По крайней мере они здесь сидят как в патриотическом лагере, я так понимаю. Хотя зеленые для меня всегда подозрители, честно говоря. Теперь еще что хочу сказать. Человек это биообъект. Сейчас немножечко философский он такой будет. Мы с вами подвержены цикличности такой. Мы там зима, весна, лето, осень там и так далее. Если человек не будоражит периодически, он засыпает. Вы помните, как вот было предвоенные пятилетки, или там военные, все собрались там, вкалывали, и страна бурно развивалась. Как Савин сказал, мы за 10 лет должны пройти путь, который все прошли там за сколько там, за 100 практически лет. И мы его прошли. А вот последние годы СССР назвали эпохой застоя. Потому что никто людей не будоражил, они засыпали, как бы все было налажено, все как бы надо людей как-то будоражить. И есть несколько вариантов. Есть война, да, есть Великая депрессия, есть катастройка, перестрелка, перестройка, да, вот этого. А есть людям дать право выбирать периодически, хочешь ты поменять жизнь или нет свою. Вот раз, там, допустим, в 5 лет, приди и скажи, я хочу или не хочу поменять что-то. Причем, знаете, вот мы тоже говорим о системе выборов. Можно же сделать сейчас интернет, везде разный. Можно сделать вообще выборы, чтобы они были обязательными, чтобы каждый голосовал по интернету у себя дома, даже никуда не ходил, нажал на кнопку и проголосовал. И обязательными в том смысле, что как раз каждый должен сделать выбор, не это самое, не сходил на выборы там, я не знаю, уволили с работы там или что-то еще там, карточку закрыли. Ты каждый раз, каждые 5 лет должен сделать какой-то свой выбор. Вот хотел процитировать к тому же еще Владимира Борисовича Авдеева, с которым вот Андрей Николаевич книжку пишет. Когда он сказал, что он шел на Союзе писателей, он говорил, что я, говорит, не говорю о том, что я за точность цитаты сейчас не ручаюсь, но он сказал примерно так, что надо не разглагольствовать там, что они там все схватили, у них все схвачено там и так далее, а надо идти к ним туда и изнутри действовать. Надо не говорить, что там у них в Думе все схвачено или там в системе выборов все схвачено. Мы, кстати, судимся сейчас подлигерховный суд о том, что система выборов какая у нас оказывается интересная. Надо идти туда и изнутри работать там. Нельзя это поле оставлять нашим партнерам, так называемые. И пожелания компонирующей стране. Вы знаете, если вы говорите, что выборы не нужны, то какие у вас другие есть варианты? Я пока толком не услышал. Может быть, я плохо слушал, но... Я конкретно сказал референдум сначала народный, потом земский собор. Конкретно сказал. Референдум о чем? О том, что такое, о легитимности нынешней власти. И все. Ну и что, мы сняли власть, а дальше что? Где ваша программа? Я вам прям ничего не знаю. Что вы предлагаете? У нас партия, у нас есть программа. Мы с чем-то идем честным. Я пока, скажу, что я просто прошу, когда будете кто-то следующий, хотя бы назовите свои вот эти вот конкретные вещи. Я бы сказал, что ничего не так. Все, спасибо. Все, спасибо. Если коротко о форме узурпации власти, значит, само существование партии и само их участие в системе выборов и есть форма узурпации власти. Значит, элементарно посчитать то, что, значит, фактически сегодня до выборов допущены, значит, зарегистрированные партии, которые уже прошли, значит, фильтр, значит, парламентский, значит, те, которые, значит, прошли переместкий фильтр. В результате что получается? Значит, по мажоритарке, по Москве, значит, прошло всего два человека, которые сумели набрать определенное количество голосов. Это такая ирония, может быть, я специально сделаю, это госпожа Баронова и господин Лакеев. Значит, вот эти только два человека, которые набрали, значит, необходимые 15 тысяч голосов. То есть, фактически, пройти, набрав, значит, необходимое количество первичной поддержки практически невозможно, потому что Баронова пользовалась, значит, деньгами Ходорковского, Лакеев, значит, он пользовался ресурсом одной из ветвей коммунистической партии. Все, значит, все остальные, значит, в том числе, значит, и те, кто присутствует, значит, здесь вот, кто за выбором, шли от, значит, партии. Но давайте просто посчитаем. Сегодня в партийных, значит, структурах в России состоит не более 2 миллионов человек. Значит, таким образом, что получается, значит, от 146,5 миллионов, ну, там, плюс-минус, это менее 0,7 процентов. Значит, получается, что 0,7 процентов населения имеет право избираться, быть избранными. Вот, это, ну, помимо нарушения, значит, всех принципов справедливости, это и прямое нарушение Конституции. Значит, это как бы один момент. Значит, второй момент. Значит, исторический парламент был инструментом достижения договоренности между партией Короля и партиями Бароны. Значит, исследование 2014 года, Грегори Кларк и полиформист университета Нила Каменства, Лондонская школа экономик и динам показали, что богатство и власть передаются исключительно по наследству. Значит, в основе исследований лежал анализ фамилии студентов, которые поступали в Оксфор, в Кембридж, значит, с 1170 года по 2012, а также завещательный, значит, анализ актов завещания показал, что в этой системе социальный статус передается по наследству на протяжении более восьми столетий. Значит, и самый показательный результат то, что ничего не поменялось и на протяжении трех столетий в Англии, когда, значит, была введена, значит, прошла промышленная революция, обязательно школьное образование, значит, всякие демократические изменения, когда каждому было предоставлено право, значит, в той системе, когда в, значит, в орган народа власти, ну, как считается, что парламент у нас таковым является, значит, избираются люди от партий, ничего не поменялось в системе элиты. Таким образом, значит, получается, что все эти демократические изменения, значит, все парламентские, значит, структуры в том случае, когда в выборах участвуют партии, предназначены только для одного, значит, одна главная цель сохранить власть элиты. Ничего не меняется. Поэтому все вот участие в выборах, значит, идем мы на выборы, не идем мы на выборы, ничего не поменяют. Значит, с практической точки зрения я абсолютно согласен с Игорем Ивановичем. Дмитрий сказал, что, значит, в чем ваше предложение? Значит, Михаил в самом начале сказал, что есть, значит, три пути, на самом деле, четвертый путь, он не упомянул, это внешний фактор, значит, создание параллельных структур. Значит, если хотите, вы можете, конечно, ну, пробовать, значит, вот участвовать в этих ложных выборах, это на самом деле, как совершенно справедливо сказал Андрей Николаевич, все места уже расписаны, там только вопрос в том, значит, сколько сейчас единых России. Раньше их было одна, а сейчас создало несколько клонов, это там партия пенсионеров, это Родина и так далее. Это их просто клонировали, и вот так вот они распределяются, их голоса. Значит, все эти места уже заранее расписаны, поэтому вот эти участия в выборах, это форма тараканных бегов, поскольку ничего в ней не поменяешь, то есть не поменяешь, как и внутри нашей системы, так и не поменяешь ее вообще внутри, ну, вот этой эталонной парламентской демократии, которая существует уже 300 лет, да, поскольку, ну, что здесь спорить, следа не показывать. Ничего не меняется. Значит, единственный, значит, выход, если эти ребята живут в своей собственной какой-то сети, которая предназначена только вот для поддержания элиты, единственный выход, это создание параллельной сети, значит, в которой будет основано на, базироваться на советах местного самоуправления, законодательство нам это позволяет, значит, выстраивать и фуэрархию, и создавать вот параллельные гражданство общества, причем, которое, надеюсь, не вступит, значит, в какое-то силовое противостояние с действующими структурами, понятно, что это только пожелание, значит, какие здесь сложности видны, вот, значит, сама эта форма структур разработана, там, со всякими мелкими связями и так далее, но, значит, когда попытки получить на нее определенный ресурс, ни к чему не приводит, значит, вот я лично пытаюсь уже на третий год, там, с лишним, я вижу, как обрубается финансирование, то есть, когда вот где-то что-то договариваешься, значит, не знаю, происходит это, ну, какими-то там, судьба так располагает, но, скорее всего, я думаю, что отслеживать, значит, потоки, значит, все источники финансирования отрубаются, речь идет там не о такой большой сумме, то есть, для создания социальной сети с различными сервисами, которые, значит, предназначены как инструмент для создания, формирования местных советов самоуправления, ничего не происходит здесь, единственное, что вот где можно поднапрячься и объединиться, ну, по крайней мере, моя точка зрения в этом, заключается в том, чтобы постараться найти, значит, вот ресурс для создания, значит, такой сети и уже как-то попытаться отталкиваться от нее, потому что впереди совершенно очевидный хаос, значит, совершенно очевидно там, ну, я не буду сейчас указывать те реперные точки, которые создаются, здесь вот я снова, значит, подтверждаю свое согласие с Игорем Ивановичем, то, что видно уже, где и как будут разделять, значит, на кого они ставят, где создаются штабы, значит, в этом, ну, могу сказать, значит, что, скажем так, что межнациональную политику фактически перепоручили, значит, секте хасидов, значит, Хасид Любавич и их, значит, организации, им передаются везде так называемые дома дружбы народов, в том числе создается на границе с Китаем 18 тысяч метров в Биробиджане, где проживает, наверное, максимум, там, менее тысячи евреев, так называемых, вот. Страну будут дробить, значит, выход здесь один, консолидация, консолидация, каким образом, значит, мы предпонимаем то, что мы крайне слабые, значит, консолидация пока изначально, значит, через сеть, сетевым образом, сеть как интернет, так и человеческая. Вот, если... Привет, Андрей. Пару фраз буквально. Значит, если кто-то желает присоединиться, значит, ну, вот, это не чей-то единоличный проект, это вы, ну, все должны в этом участвовать. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, вот, я член избирательной комиссии, и очень много могу рассказать про выборы, но я думаю, в общем-то, все здесь в курсе, как они проводятся. Мне вот хотелось бы затронуть тему морально-нравственного аспекта, да? Здесь получается так, что один человек приходит и говорит мне, вот надо за Мальцева, за Барнас голосовать, и я говорю, ну, как же за Барнас, там, это предатели, которые за развал нашей Родины, да? А он мне говорит, а мне хоть с чертом, лишь бы этих чертей сбросить. Вот, а он даже не понимает, он не понимает, что он сказал, он сказал, что он хочет идти сатаной против сатаны. Ты уже в круге сатаны, получается, да? Ты из него не можешь выйти. Это вот такая вот вещь, да? Что еще интересного? Вот Виктор Аймантович, а сниз у нас 122-й образ, Воденцова избирается. Вот он уже обнародовал информацию, что в Москве, под Москвой предоставят очень примерно 600 тысяч оттопительных талонов в поддержку Единой России, потому что в Москве, да, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. И это о чем говорит, да? Вот человек, который поверил, да, и попробовал, попытался, уже в ужасе, в ужасе, что творится. И это говорит о том, что действительно это происходит легализация преступного лохотрона. Это все равно, что ты приходишь в казино, которое не подотчетно никому, хозяина казино, там, подкрученные там, малые какие-то шулеры стоят с окропленными картами, да? И ты 25 лет туда ходишь, ходишь, уже там пустые карманы, все, дом продал, все заложил, но вот ты продолжаешь верить. Понимаете? Вот это морально-нравственный аспект вот этих выборов. Получается, люди, которые идут на эти выборы, они в качестве депутатов, они думают и провозглашают то, что вот этот лохотрон, лохотрон, обман народа, он имеет место быть. Что в лохотроне, в обмане, в преступлении против народа, это преступление, это подлог. Можно участвовать, можно и нужно. И главное, они участвуют 25 лет, и по факту ситуация все хуже и хуже. Они также активно участвовали в прошлые годы. Они, ну я думаю, в этот раз, в этот раз у нас все получится. И вот это со злом против зла, это вот интересная, да, формулировка, как они хотят идти на эти выборы. И они вот говорят, ой, давайте все объединимся, вот мы патриоты разрозненные, и вот друг друга поддерживаем на этих выборах. А почему бы не объединиться всем патриотам и вместе громогласно не объяснить народу, что у выборов нет, это лохотрон, это всероссийский обман. Вот. И на этом поставить точку. Давайте создавать общины, давайте гражданское общество выстраивать. А вот это все, это обман, манипуляция и легализация преступной власти. Вот, наверное, вот это я хотела сказать, потому что, ну я, по крайней мере, не слышала о других. Стасик Иванович, есть из участников один выступал и подготовился. Тогда мы Андрею Николаевичу дадим слово. Я просто предлагаю некоторую реакцию на то, что было сказано. Ну, просто, может быть, кто-то еще готов будет поддержать дискуссию в связи с теми пунктами, на которые я хотел обратить внимание. Первое, ну там скажут, что вы против выборов. Мы не против выборов. Потому что то, что сейчас происходит, это не выборы. Мы за выборы. Но то, что сейчас, это не выборы. Поэтому на этих не выборах не надо участвовать и обманывать себя и всех остальных. Народное представительство нужно. Как оно должно устраиваться? Не так, как сейчас. Потому что сейчас никакого народного представительства, даже если бы были выполнены все законы, все равно не будет. Так устроено законодательство. То есть ни эта конституция, ни это законодательство не позволяют сформировать народное представительство путем выборов. Или каким-то другим путем, не знаю, кооптации. Об этом можно говорить, это отдельный вопрос. Не только на выборах можно сформировать народное представительство. Второе, о том, что мы, если мы не идем на выборы, мы дарим голоса единой России. Это не так. Это, если вот примитивно мыслить арифметически, можно сказать, что так. Но смотрите, есть ли разница между тем, кто пришел на выборы и тем, кто проголосовал за партии, не преодолевшую 5% барьер? Нет, никакой разницы. Потому что все равно перераспределение пойдет на те партии, которые прошли этот барьер. Вы хотите, чтобы какая-то партия преодолела 5% барьер? Вот партия зеленых, что вы так доверяете, что она не является филиалом единой России? Или что те, кто попадет, перейдет этот барьер, не станут членами единой России? Так у нас есть самый, можно сказать, продвинутый опыт Родины. Там все в деталях как раз и показано, как это происходит. Вот получилось. Во-первых, заранее был сбор, это был, я это знаю, достоверно, изнутри, кремлевский проект. Они хотели что-то противопоставить КПРФ. Ну, ошиблись, понимаете, вот ошиблись. Но эта ошибка стоила того, что как только Родина появилась в Думе, тут же несколько человек из фракций, те, кто прошли по спискам, они тут же оказались в Единой России. Как это может быть? Ну, там известный банкир Лебедев, мой однофамилец, тоже такой деловой, до сих пор депутат. Они сразу там оказались. Потом следующий, следующий вброс раскола. Давайте между лидерами сцепитесь, одному одно пообещали, другое другое, другому другое. Они сцепились по поводу президентских выборов. Раскол идет. Потом внедрение крота, который все это начинает рассыпать. А потом, наконец, скупка, скупка всего актива. Ребята, мы на следующих выборах дадим вам пройти. Вы только сдайтесь всю инфраструктуру свою, справедливой России. Они сдали, я последний был, кто ушел из России. Они сдали все. Теперь появляется Родина, это вот еще одна замена. Теперь появляется Родина, который говорит, мы были в Государственной Думе. Да не вы были, вы, вот Алексей Журавлев, жалко, что Боброва ушла, информация для меня важная. Алексей Журавлев был организатором съезда, вот этого, так называемого объединительного съезда. Но это незаконное деяние, потому что никакого объединения законодательства не предусматривает. Роспуск и формирование новой партии, роспуск, и был ликвидационный съезд. И им руководил, его организовал, реальным руководителем всего организационного процесса был Алексей Журавлев, который сейчас возглавляет Родину. Ну это же фальшивка. Это фальшивка. Ему за организацию вот всего этого безобразия, за скупку, за организацию скупки всего актива, ну там люди были слабые, я тоже видел, как их скупали. За это ему вот эти банкиры, которых все это профинансировали, подарили автомобиль там не меньше миллиона рублей стоимостью. Я один раз в нем проехался, достоверного выводить. Он сам классный вот мне дали за этот съезд. Поэтому масса есть инструментарий, которые все эти арифметические расчеты просто стирают мгновенно. По поводу вот было сказано вера во власть убита, так и должно быть. Вера в ложных богов должна умереть. И мы должны убивать эту веру в то, что вот эта власть вообще хоть что-то будет делать для народа. Эти ложные боги должны быть низвергнуты. Там с КПРФ, никаких альянсов с КПРФ не может быть. Не может быть, потому что эти люди лгут всегда. Зюганов лгал от самого момента, когда он возглавил эту структуру. Вы помните, кто наблюдал за этим в этот самый ФНС там был в 93-м, потом как я уже не помню, как там альянс национально-патриотических сил в 95-м, лгали, обманывали, ставили все время только свой список и свои коммунистические догмы на первое место. Они неисправимы, господа. Человек, назвавшийся коммунистом, неисправим абсолютно. Поэтому какой может быть я абсолютно как монархист, я против любых альянсов с какими-либо социалистами. Социальность, да, социализм нет. Социализм от сразу убийства всего русского, всего национального. Нам было тут сказано, что народ как сброд, они все равно тащатся на эти выборы этого доброго. Сказал, нам надо научить бюджетников не ходить на выборы. Их заставляют, надо их научить не ходить. Это не расслабление, это волевой акт. Мы к этому людей склоняем, к волевому акту. Не бояться ничего, ни начальников, ни там увольнений и так далее. И не ходить на выборы, которые выборами не являются. Дальше было сказано вот о том, что партия снята ПВО за, скорее всего, так оно и есть, я думаю, за словосочетание русский миллиард. Партия Дела тоже абсолютно лояльная к ныне действующей власти. Заодно только слово русские там где-то у них в программе против нее уголовное дело было возбуждено и на выборы она не пошла. Поэтому это репер. Как только вы говорите русские, вы на выборы не пойдете, ни под каким видом. Я не знаю, чем там думали в партии Великое Отечество. Как только они это слово применили, они исключены из списка для голосования. И я думаю, что раз и навсегда. Так между делом Сордеевым никаких книг не писал, предисловие к одной его книжке написал. И еще раз скажу, что выборы нужны. Мы за выборы. Мы за честные, не просто честные выборы, а выборы, которые позволят сформировать народное представительство. А оно и будет русской властью, а мы же за русскую власть. Спасибо, Андрей Николаевич. Мемориат, пожалуйста. Некоторое уточнение. Конституцию нас все-таки позволяют. Статья 3, статья 12, статья 13, статья 32 говорит прямо о чем. Носители сувитета и единственные источники является народ. Статья 12 признает и гарантирует совместность самоуправления. Статья 13 общественное объединение равны перед законом. Статья 32 граждане имеют участвовать в управлении делами, избираться и быть избранными, а также участвовать в референции. Мы просто видим, что законодательство и право применения абсолютно противоположны Конституции. Можно пройтись по всем этим путям, но я думаю, что не нужно повторять для всех, что на самом деле Конституция полная, даже вот та, такая принятая неизвестно каким образом Конституция, она тоже не выполняется. Которую писали эти референты для себя, они даже ее не исполняют. Значит, когда они печатают законы по 160 законам в день, значит, и принимают за скоростью три с половиной, один закон в три с половиной минуты, ну, вот это образование, которое называется Государственной Думой, ее невозможно контролировать. Значит, касательно партии «Зеленых», ну, я уверен, что Валентина Бавровна, она, к сожалению, вынуждена была выйти на другой эфир. Она просто не совсем в курсе, это, ну, поскольку она идет как вот по мажоритарке от «Зеленых», «Зеленых», но там достаточно посмотреть, с кем она спонсировалась, эта партия, значит, Тарасов, потом, значит, Лев Черной, значит, потом тот же самый, значит, банкир Лебедев, потом некие Качмазовы, там тоже куча уголовных дел, это группа СОК, значит, ну, и сегодня Битвы, тут тоже, ну, такая фигура далеко не однозначно. Значит, что касается КПРФ, значит, КПРФ, они, видимо, ну, как-то они что-то декларируют, но когда наступают самые ответственные минуты, они сдают все, да, то есть, вот, как декларировал, я помню, значит, Геннадий Андреевич, значит, говорит, вот самое главное, что я делаю, я сохраню, значит, партию. Значит, таким образом, значит, это было предательство 1993 года, да, когда, значит, кто-то говорил, значит, идем мы брать Останкина, значит, а он призывал, значит, где-то сидел в студиях и призывал, значит, ничего не делать. Значит, 96-й год на импичменте Ельцина, пардон, на выборах Ельцина, когда фактически КПРФ выиграла, но, значит, они сдали свою победу. 99-й год, когда, значит, не смогли реализовать свое преимущество и сдали тогда генерала Роклина, в 99-м году проголосовали, вот, договорились с ним, пожали руки, значит, 18 апреля было, а 19 апреля они его сдали, значит, когда голосовали за снятие его с, значит, председателя комитета по оборонению и безопасности. Значит, это 2002-й год этой эпопеи, когда КПРФ фактически не поддержали, значит, закон о национализации Центрального банка превращения его в государственную структуру. Там, 2013-й год, когда, значит, они клялись, то, что мы не будем голосовать за Набиулину, значит, ни в коем случае, значит, в результате против из 91-го члена фракции проголосовало 14 человек только. Значит, это голосование за Платон и так далее. То есть, когда нужно, значит, когда позволяет, они могут говорить на все, что угодно, рассуждать про национализацию и так далее. Если вы когда-то послушаете речи Зюганова, возьмите там 93-й год, например, и вот, ну, какое-нибудь недавнее выступление, они ничем не отличаются вообще. То есть, он просто повторяет какой-то речитатив, значит, ну, любой стишок, выучите его и вот повторите. Те же самые слова, те же самые фразы, абсолютно. Значит, они просто, ну, я даже был на каком-то митинге 7-го ноября, вот мы туда пошли, значит, ну, казалось, что вот можно альянс образовать, они скандировали, значит, составленные рабочим винтовка, буржуя, веревка. Я еще тогда подумал, а как им это позволяет, то есть, нас бы уже давно бы закрыли бы. Значит, ну, вот они так, это существует, они говорят то, что они хотят услышать, но самые нужные моменты они просто сдают, вот сдают, поскольку, ну, они фактически занимают, значит, ну, такие нештатные сотрудники администрации президента. Вот, поэтому, еще раз подтверждаю, значит, позицию, значит, и свою личную позицию, консолидированную позицию Роского национального фронта и организации, которые в нее входят, ходить на эти выборы невозможно. То есть, это просто, получается так, что если они крадут власть, получается, мы должны, значит, легитимизировать их, значит, вот это уворованное. Нельзя этого делать, значит, поскольку, значит, сокращая, значит, три пути, значит, вооруженный путь, мы говорим, что это не наш путь сейчас, значит, выборы и создание, значит, параллельных структур самоуправления, ставка сейчас получается, вот, единственное, значит, законная, значит, и чтобы потом нас не притащили по 282-й статье, это создание параллельных, не параллельных структур, а просто создание структур самоуправления, значит, базироваться на них, хотя бы консолидировать у людей на местах, так в случае хаоса, когда люди знали, как организовать, значит, ну вот, безопасность на веренной им территории, как, значит, постараться обеспечить системы жизнеобеспечения, чтобы они продолжали действовать, значит, ну там, минимальное медицинское обслуживание продукта и так далее, значит, и, ну, постараться из этого вырастить то самое общество, которое было бы ответственно за себя и за страну. Спасибо. Я хотел добавить еще несколько слов касательно уже упомянутого здесь на круглом столе выступления на дебатах Вячеслава Мальцева от Парнаса. Вот мы имеем просто наглядный пример того, как нынешняя власть и особенно либералы в этой власти создают искусственно ту силу, которая подменит нас. фактически Мальцев озвучивает во многом наши лозунги, если не говорить о том, что он готов сдать Крым или никто заметил его за это не наказывает, если он говорит, что надо Донбасс немедленно вернуть в Украину, что мы должны заключить союз с Западом, в остальном он озвучивает программу русских националистов. Ну там и Демушкин рядом ошивается, насколько я помню. Фактически вот мы имеем ввиду очередной шулерский трюк. Вам надо националисту? Вот пожалуйста, специально обученные люди в Парнасе. Поэтому если мы имеем хоть какие-то иллюзии по поводу того, что нынешняя власть даст нам где-то хоть пискнуть, это она даст пискнуть своим марионеткам. Или людям, которые будут принимать участие в будущем Майдане, поскольку я уверен, что Демушкин Мальцев это фактически уже та же самая схема, которая использовалась в 2014 году на Украине, Киеве. Единение ультралибералов с ультранационалистами. Вот. Уже все готовится, все на наших глазах. А мы будем какие-то иллюзии испытывать по поводу выборов. В то время, как наши враги фактически уже готовят инструменты для будущего переформатирования всего общества, мы будем пытаться играть по старому формату, в котором у нас никаких шансов нет. Я абсолютно согласен с Кириллом Евгеньевичем по поводу того, что необходимо создавать параллельные структуры, которые не будут угрожать власти сейчас, которые не могут, которым не прищешь статьи уголовного кодекса или административного, но которые будут готовы поддержать государство, когда его будут сознательно темно-направленно обрушены. Я так думаю, что уже в будущем году этот процесс обрушения придет. Если к этому моменту мы, патриоты, националисты, не сможем создать таких структур, то окажемся, как и на этих выборах, посторонними созерцателями. Либо будем вынуждены, у кого-то хватит совести, вернее, отсутствия, примкнуть к тем, кто будет активно ручить государство. Я так полагаю, что людей подобных Демушкину и Мальцеву нас все-таки нет. Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить как раз по поводу выступления Мальцева. Русский национальный фронт принял заявление по поводу, что господин Мальцев себя представил как единственного лица национал-патриотов, который имеет право наделать такие заявления от имени всех национал-патриотов. И соответствующим образом я совершенно точно могу сказать, что Игорь Иванович заявил о состыковке именно для того, чтобы подготовить Майдан в будущих самолетах. принц. Я тоже пару слов добавлю. Такая ремарочка. Значит, по КПРФ вы забыли упомянуть, что КПРФ предало Илюхина после того, когда он прочитал приговор, озвучил приговор военного трибунала нынешнему президенту. считать врагом народа. Это все забыли почему-то. В 2009 и значит, после этого Илюхин очень недолго прожил и скончался от сердечной недостаточности. Сейчас так принято. Это сейчас так называется. Дальше. Игорь Всеволодович забыл упомянуть, что Мальцев изначально был принят в компанию Едеросов я их извините Едерастами называю. Извините, конечно, за каламбур такой. И значит его в штаб привезли и предложили значит если хочешь у нас карьеру сделать снимай штаны. Поэтому он уехал к себе в Саратов и начал выступать вроде бы против них. Но он уже у них в партии. Вот и все. Надо отметить, что Илюхин погиб не только поэнди. Вспомните, как погиб Лебедь. Лебедь погиб из-за того, что упал вертолюк. Причем там был профессионал водитель и зацепились они якобы за провода. Все-таки кто-то остался жив. Всех, да? Ну сейчас идет разговор о чем? О том, что надо всегда спрашивать, кому это выгодно. А это было сделано перед выборами президента. Вспомните, это же рецидент был. Смог ли наш сегодняшний президент тогда бодаться в следы? Я думаю, вряд ли. Теперь, что касается Илюхина. Виктора Ивановича мы предлагали от национал-патриотических сил выдвинуть в качестве президента. Виктор Иванович взял некую паузу. Он согласовал это с Зюганом. Зюганов ему дал добро. Через месяц Виктор Иванович умирает. Надо делать выводы. В связи с чем вдруг такие люди, которые могли бы повести за собой национал-патриотов были чистые. Но я сейчас можно говорить о Лебеде по-разному. Я просто сейчас говорю лично об Илюхине и Роклине, с которым я тоже очень часто работал и мы вместе в движении были. Они погибают. И говорить о том, что честные выборы, о том, что можно прийти на эти выборы и что-то изменить, это мягко скажем сказочно. Сказочно. Понимаете? Нереально. Поэтому все, что касается выборной системы, мы сегодня обсуждаем, мы сегодня рассматриваем много разных мнений, много разных позиций, но все равно сходимся к тому, что эти выборы на сегодняшний день ничего не дадут. по сути дела. Я сейчас дам слово, я почему затронул, извините, что я как модератор вдруг выступал, но потому что это боль еще та сидит во мне, что Илюхина просто убрали. Ну и надеюсь, что следующего, если вдруг кого-то мы будем выдвигать и вдруг, если этому позволит ситуация, что маловероятно, потому что я полностью согласен с Игорем Ивановичем о том, что в 2017 году он взрывает очень серьезные события, будем более осторожны. Всегда нам задают вопрос, а что же вы не выдвинете своего лидера? Да как мы его только выдвинем, его тут же схватит инфаркт или он попадет под машину или упадет с вертолета. Вот вариантов, других вариантов у нас на сегодняшний день нет. Поэтому давайте все-таки еще раз пройдемся, пообсуждаем и соответствующим образом наверное какой-то вывод все-таки сделаем из сегодняшнего нашего круглого стола. Пожалуйста, Сергей Ильич. Коллеги, я все-таки обращаю ваше внимание, что вопрос настолько немог, что больше ста лет назад безотносительно какая там была ситуация, вопрос был поставлен абсолютно так же. И ответ был дан София Ленина опять без вариантов кто это и почему назывался статья «Должны ли большевики участвовать в Государственной Думе?» И когда он сказал, что нужно, на него обрушился шквал критиков естественно своих, которые говорили «Да вы что, мы ничего не изменим! Система такова, что нас никто не будет слушать! Ну проведем и трех депутатов! Ну и чего? Там сидит буржуазия, ходит кто угодно! Это наши будут говорить, что вот мы там четко какие-то программы!» И тогда был ответ Ленин очень интересный. Они по вашим программам, сказал он, не будут вас слушать. А о том, как вы их будете вешать, когда придете к власти, будут. Это я почти дословно цитирую. История показывает, что ничтожная какая-то группа лиц по количеству 17 тысяч человек, если не ошибаюсь, большевиков на момент консолидированного ядра, потом взяла власть всех, кого надо, поставила к стенке, а потом реализовала всю систему страны вообще. Я не о том, хорошо это или плохо. Я не об этом знаю. Я говорю о том, что статья о том, что нужно участвовать, потому что нужно участвовать и на этом консолидировать, она уже решена исторически, да, нужно. И это приводит к тому, что власть забирают те, кто этим занимается, а не те, кто при этом хотят постоять в стороне, дождаться кризиса, построить параллельную структуру и так далее. Я напоминаю об этом историческом опыте не с проста. Мне кажется, сейчас есть время консолидировать человеческую ненависть и недовольство в призыве голосовать за кого угодно и все-таки прийти на выборы, не услышали, скажут потом, мы ходили, но мы что-то сделаем. И вот в этом смысле участвовать, мне кажется, все-таки надо. Спасибо. Вам дать петлю и мыло, чтобы вы... Во-первых, большевиков финансируют на те же самые люди, которые сейчас находятся у вас. Я думаю, фамилию Якова Ширьфа его огня, слышали, наверное, про такую. Я уж про германские аст-лист-генштабы тоже не буду говорить. И про британское финансирование Мальчевиков, в принципе, все коллекционеры, все, не целая партия финансирована. Это не доказуемо. Что? Это не доказуемо. конечно, это не доказуемо, если целые труды, надписаны, с компенсированными доказателями. цифрами. Просто не то, что вы их не читали, это не значит, что их нет. Вот. А во-вторых, если уж на то пошло, извините, при государе-императоре Николай Александрович у нас была демократия. И там действительно, если по закону депутату полагался иммунитет, то он ему полагался и он мог говорить пока, в определенных храмах, пока не нарушал закон. И уж извините, если его выбирало население, то, извините, избирательные комиссии имперские честно говорили, что этот человек выбран и пропускали его в Государственную Думу. Демократии, извините, сейчас этого и в помине нет. И нам, извините, надо, я не знаю, это будет великое счастье, если мы вернемся к тому уровню демократии, к тому уровню земств, которые у нас существовали с 905-го по 17-й год. Кто не спорит? По одной явке понятно, что наши политические оппоненты трусы и подлецы и им нечего сказать не только в своем оправдании, а хотя бы внятно, аргументированно изложить их политическую концепцию. Тут уже давались характеристики всем этим за всегда крем стен Государственной Думы, Единая Россия, КПРФ, ЛГПР и прочих и нет никакой необходимости дополнительно их как-то охарактеризовывать, юридически и квалифицировать. Это все приспособленцы одной единственной партии, которая украла белогвардейский лозунг за единую и неделимую, а вообще политические партии, они должны в своем названии и в аббревиатуре нести какой-то политический смысл, идеологию, коммунистическую, либерально-демократическую, национал-социалистическую и прочее, кому как нравится. Что такое справедливая Россия? Это облако штана. Пенсионеры за справедливость, за что они должны быть? За низкие зарплаты, за нищенство. Это полный этимологический и юридический абсурд. Если мы коротко проанализируем существующее избирательное законодательство в контексте существующей Конституции, базового закона в основных гарантиях избирательных прав и правового участия в референдуме граждан России, федеральный конституционный закон о референдуме, за который сейчас наши соратники сидят в матросской тишине, я почему задержался, потому что на судебном заседании у нас в городсуде закончилась позже обычного и им, как обычно, снова продлили и сохранили прежнюю меру содержания под стражей. То есть махинаторов, воров и убийц не заключают сразу после возбуждения уголовного дела по стражу, а хороших ребят, которые занимались общественно-политической деятельностью, хотели только провести референдум за ответственную власть, будьте любезны, пожалуйте в гостеприимную матросскую тишину сезон умеренит города Москвы. Так вот, выборы незаконно перенесли с 18 декабря на 18 сентября. Для чего это делается всякий раз, такие поправки в закон в государственной думе? Чтобы после летнего периода застать избирателей потенциальных врасплох, чтобы они поменьше смотрели даже каких-то дебатов, читали, а просто пошли и по наите уже по накатанной голосовали. Это есть один факт. Потасовки и мошенничества. Если вы вспомните, давно убрали графу против всех, чтобы вы шли и за кого-то голосовали. Здесь правильно говорили, проголосуйте за любую другую вам понравившуюся яхтную партию, все равно эти голоса при и при ненаборе этими партиями 5-процентного количества, они распределятся в пользу тех партий, которые этот барьер преодолели. Нет порога явки. Раньше он хоть существовал, там 25%, потом его отменили. Сейчас она формально существует, это при внесении изменений в Конституцию и при проведении референдума. Но у нас референдума не было с 93-го года, но и то он прошел незаконно, потому что не было 50% избирателей и даже из этих пришедших менее 50%, 50% плюс один голос не проголосовали за действующую Конституцию. Поэтому она изначально базовый закон, имеющий главную юридическую силу, не заходит. Уже не говоря о том, что было создано несколько конституционных групп, которые скроили эту Конституцию, скомпилировали с американской и с французской все эти пресловутые разделения властей и прочее, которые у нас по факту не существуют. Исполнительная власть под себя все подмял. Изменили законодательство политических партий, доведя его до абсурда, что имея только 500 членов можешь зарегистрировать партию. Для чего это сделано? Опять, чтобы нарастить этот хаос, сумятицу в умах людей, и каждый бы там лидер небольшой, фюрер, как он себя представляет, презентовал себя как руководителем партии. Но где из этих многочисленных партий, какие из них были допущены до участия в Государственной Думе? Да, никакие. Парнас для чего и партия Роста допущена, чтобы показать, что у нас есть бизнесмены партия Роста, но вы еще растите тогда из своих штанишек, вырастите, а потом уже в Госдуму дерзайте. Этот невнятный их руководитель, который является так называемым омбудсменом по делам предпринимателей и бизнесменов, тоже облако в штанах или Парнас для Запада, что якобы у нас есть демократия. И вот всякие люди, которые никогда не были замечены ни на каких национал-патриотических мероприятиях, в русских маршах, на наших круглых столах и митингах, они тут себе объявляют национал-патриотами и кидают такие смелые заявления. Да если бы это кто-либо из нас здесь присутствующих, русских националистов, входящих в Русский национальный фронт, только сказал вот эти слова и ему сразу перекрыли эфир и под белой рученькой увели в матросскую тишину или в другие следственные изоляторы и всего семь в Москве. Поэтому здесь действительно возникает дилемма и такая сложная ситуация. Пойти на выборы, проголосуете за незнакомые партии, они все равно 5% не наберут и ваши голоса распределятся между уже устоявшимися аббревиатурами и их политическими партиями. И какой здесь минус? Вы дадите явку. Испортите бюллетень? Ну что ж, испорченные бюллетени тоже они сделают подснимок о якобы массовости голосования. Не пойти, да, тоже возьмут ваш бюллетень в конце избирательного дня, пометят, что голосовал тот или иной человек и закинут. В любом случае на всем этом деле сидит попси ФСБ и как нужно так они все это и регулируют. Поэтому здесь ситуация патрот. Пойдем на выборы, не пойдем, ничего от этого не изменится. Поэтому обсуждая этот безусловно важный для наших людей, для нас с вами вопрос, нужно все-таки смотреть на перспективу. А что же дальше? Ситуация разогревается. Очевидно, что и выборы президента в 2018 году могут быть перенесены на более ранний срок, чтобы успеть еще на волне относительного благополучия переизбраться. И к этому нужно быть готовым. И вы видите, что пятая колонна сионисты. Это слово из активного политического словаоборота почему-то у нас ушло, хотя оно правильно диагностирует эту болезнь. Они тоже наготовили. И все вот эти псевдо-национал-патриоты, патологически не выговаривающие букву Р, они все уже себя объявят русскими националистами и будут вместе с сионистами прыгать на Майдане. Поэтому нам нужно сейчас уже думать о том, как нам быть в этой ситуации. Игорь Всеволодович здесь говорил о параллелизме, но если посмотреть все учебники наставления по этой теме, то из них явствует, что спецорганы, которые не дремлют, и центр Э, они ничего так не боятся в своей деятельности, как параллелизма. Как боится фолунь-гунь в Китае, что вроде люди занимаются только здоровительной гимнастикой, но ведь кто не знает, эта структура развивается и финансируется под ценю ЦРУ, чтобы создать противовес коммунистической партии Китая. Поэтому здесь дело не в гимнастике. Гимнастика это люди, которые, как бывают, масоны, там, Пушкин был, пришли номинально под какие-то благие лозунги о равенстве, мратстве и свободе. Также и здесь создать какую-то любую параллельную структуру, незаконспирированную. Там тоже неглупые люди сидят на Мичуринском проспекте, центре, огромное количество зданий, они все будут вычислять. Объеднимся ли мы в общество защиты дальневосточного комара или мы возлюбим маркособирательство, все равно они нам пришлют 280-282 структуру. Поэтому здесь многое будет зависеть и от ситуации конкретной, когда она пойдет в разнос или возможно начнется нечто подобное Майдану, то выдвинутся настоящие, а не самопровозглашаемые национал-патриоты, возможно это кто-то из нашей среды, может быть кто-то со стороны. Вот они явятся настоящими национальными героями, миниными и пожарскими. В любом случае, если мы таковых даже и знаем, мы их с вами никому выказывать пока не должны, потому что неизбежно с ними случится то, что случилось с генералом Роклиным, неудобным губернатором Евдокимовым, Лебедем, Илюхиным, генералом Карповым, и этот перечень можно, к сожалению, продолжать. Но хочу закончить свою речь на оптимистической ноте, несмотря на то, что знания наши истимистичны, вера должна быть оптимистична. И поэтому оптимизма нам терять нельзя, а нужно не только продолжать, но и наращивать нашу национально-патриотическую работу с верой в то, что кто-то верит в одного Бога, кто-то в другой, что он поможет русскому народу и России, потому что без русской власти на русской земле невозможно никакое наше движение вперед. Я не буду уже говорить о том, что необходимо подвергнуть глубочайшей модернизации существующий институт государственной дуги. 450 человек это колхоз, это много, там должен быть 100 человек и все должны быть избираемые по одномандатам округа. Если ты представитель какой-то партии, эта партия работает, пользуется авторитетом, то у вас, как у кандидата, одномандатника, это будет какой-то довесок к вашему жилу, поможет. Но зато каждый кандидат должен конкретно отвечать за свою территорию, за своих людей и люди в режиме обратной связи тоже могли бы с него спросить. Поэтому вот такими своими тезисными короткими размышлениями я с вами поделился. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мне бы хотелось сказать, спасибо всем, что участвовали в этом. Молодцы. Я тоже против участия в выборах сегодняшних, так как и сама участвовала в выборах и муж Владимир Васильевич Квачков даже попробовал из Макросской тишины выбираться тогда я была, представляла его штаб и в 2011 году сама избиралась в президенты, правда у меня так прошло все тихо и никто об этом не знает. но тем не менее да, вот кандидат в президенты перед вами по всему. Ну я уже давно и борюсь на своей страничке с теми, кто доказывает, что выборы сегодняшние нужны, я называю тех, кто идет сегодня на выборы предателями. потому что сейчас уже зная что с нами делают, что творится в стране и каким образом проходят все эти манипуляции уже по-моему досконально все у нас кто здесь сидит, кто поучаствовал хоть однажды уже это знает что это такое. То есть это не выборы и идти сейчас может быть они даже действительно как Игорь Иванович сказал последний и не хочу пачкаться с кем-то идти хотя может быть и хорошо ребятам получить опыт они молодые Миша с Валей пусть конечно поучаствуют и посмотрят но я думаю что и они уже Михаил Кочкин уже давно по-моему даже в выборах Владимира Васильевича из Матросской Тишины он уже принимал участие возглавлял какой-то один из штабов я когда с ним познакомилась совсем молодой и он уже давно занимается уже знает что это такое идти сейчас зная что это такое что это за выбор считаю это просто предательством у меня такой лозунг на моей страничке ВКонтакте что пока Квачков сидит на зоне мы на выборы не ходим по-моему Кирилл мямлил приплод спасибо ему то что хотел добавить наверное признается подел сегодня неоднократно прозвучало что народ уже потерял всякое доверие там и так далее причем все стороны с этим согласны абсолютно но неверие народа оно трансформируется в уныние уныние трансформируется в упадок это однозначно а упадок ведет в деградации и к смерти так вот все это вся эта динамика вот если пользоваться медицинской терминологией это отрицательная динамика которая ведет фактически значит уничтожением государства и нашего народа нашей нации значит это означает что власть которая создала вот эту отрицательную динамику она уже преступна и в принципе значит дальше ей доверять нельзя и невозможно и все это уже доказано тысячу раз вот но это значит тем не менее тем не менее нас всеми этими избирательными компаниями пресса средства массовой информации агитирует участвовать в выборах там и так далее все это нужно власти которая фактически защищает интересы элегантов и как не побоюсь этого сказать она фактически работает на глобалистов однозначно а мы значит русские люди мы пытаемся сохранить государство народ свой достояние предков память отцов там наших и так далее вот я например не хочу участвовать в этой в гонке в беличьей клетке которая фактически является ну таким красочным сравнением этой компании это так морально психологический мой подход у меня есть другой подход еще он подход идейный он заключается в том что я как раз вот занимаюсь и мы все занимаемся вот деятельностью по сохранению своей страны и народа так вот это вот идеологический этот подход значит он если его сформулировать концентрировать это война война ведется сейчас она многогранная она информационная она религиозная одновременно она этническая чего таких компонентов здесь больше вот из этих трех ну их может быть больше я не будем разбирать но это война и в этой войне нам надо иметь конечно свою позицию более четкую не подчиняться условиям к примеру любой командующий в войне любой значит ну не важно полководец там любого уровня так он же естественно не будет предпринимать какие-то шаги направленные на выполнение того плана который предложил противник понимаете это смешно победить в этой войне значит пользуясь следуя этому алгоритму который противник нам предложил это абсурд вот как раз это наша ситуация сейчас мы должны сконцентрировать свои силы на что-то новое так не тратить их вот в борьбе вот в этой компании участвовать там какую-то агитацию листовки по людям ходить пытаться перепрыгнуть через барьер который все равно мы не можем перепрыгнуть там и так далее поэтому мы должны спокойненько совершенно отойти от этой предлагаемой беличей клетки и сконцентрировать свои силы чем мы собственно говоря и занимаемся ну что еще сказать а еще вот критерием успешности борьбы значит является зачастую значит реакция врага на наши действия каковы действия власти кремлевской так на существование и жизнедеятельность партии тех же самых парламентских там и так далее сателлитов они какие они существуют для отвода глаз они работают в реализации постановки того же спектакля который они это власть устроила который ей выгоден зато с нашей стороны есть совершенно конкретные потери сегодня уже неоднократно здесь упоминались фамилии там Рохлина значит Дуброва Илюхина мы можем прибавить еще массу фамилий и сегодняшних наших заключенных которые продвигали идею референдума об ответственности власти так вот этот вот эти все примеры являются доказательством того что мы на правильном пути и мы должны по мере своих сил реализовывать свой путь вот и все спасибо есть у кого-то еще я хотел бы несколько расставить акценты значит касательно демократии ни в одной стране никогда демократии не была реализована самое большое что было сделано это демократия демократия и это признают ученые каждой страны которая потянует от звания демократической в том числе страны запада университеты США и так далее значит второй акцент который хотел сказать это следующее что Россия за несколько последних веков не проиграла ни одной силовой войны ведущейся традиционным образом но мы проиграли две колоссальные информационные войны сетевых войны в семнадцатом году и в девяносто первом по той простой причине что мы этими технологиями не владели сейчас против нас ведется гибридная война и Россия является участником в свою очередь гибридной войны что такое гибридная война война гибридная это война всех против всех то есть правительство воюет не только с противником она воюет и с теми кто не участвует в конфликте она воюет с союзниками и она воюет с собственным государством это так сказать стратегия гибридная одно из направлений гибридной войны и мы являемся сейчас участниками этой войны цель войны информационной войны цель мировоззрения программы которые составляются они направлены на замещение мировоззрения мозгов понятий цели жизни и так далее противника то что мы сейчас имеем по всему миру лидер соединенные штаты технологии обобывания через сми и так далее это не большие элементы сегменты этой войны у нас сейчас идет война на информационном поле информация является одним из важнейших составляющих войны она идет впереди боевых действий впереди финансовой войны впереди идеологической войны чистой идеологической войны идет информационная война поэтому любое присутствие на информационном поле является Ну так скажем, участие в сражении. И чем больше информации идет через какой-то источник, воспринимаемый обществом, то тем мощнее этот источник. Когда побеждает оппозиция, когда поток информации через какую-то организацию, воспринимаемую информацию, превышает поток официальных структур. Как только этот барьер перешел, начинается изменение мировоззрения общества. Вот это является целью гибридной войны. Все оранжевые революции построены на этом принципе. То, что произошло в России в 1991 году, то же самое. Произошло то, что называют на Западе замещение сознания. Верхушка КПСС стала действовать точно так, как ведущие фабриканты. Произошло изменение сознания. В окружении Путина полно людей, которые прошли такую обработку и переживаются до точки зрения. Поэтому наша задача генерировать поток воспринимаемой информации. Чем больше он, тем сильнее мы. Мы очень плохо используем современные технологии. Я думаю, что вообще говоря, поскольку мы претендуем на какие-то серьезные вещи, людям стоит посмотреть, что это такое. Что такое гибридная война, что такое сетевая война, что такое информационная война. И попробовать по мере возможности использовать эти технологии. Если мы этого не сможем сделать, мы так и будем все сдать. Да, мы за гибридной войны. Как победить? Юлия Александровна, спасибо. Василий Павлович. Добрый вечер, господа. Василий Павлович. Ну, что касаемо так называемых выборов. Валентина ушла. Хотел бы рассказать о неком опыте, но не своем, а лидера Ромса Артемова Игоря Владимировича, который в покрове Владимирской губернии в свое время, в течение нескольких лет, переизбирался в законодательное собрание. Да, он пытался составлять некие законы в социальной сфере, политические, но он ни один из них не мог продвинуть. Даже на том муниципальном уровне, уж не говоря о более высоком. Да, и в итоге, значит, все его деятельности, он пришел к поводу, что изменить можно только лишь сломав создавшуюся политсистему. Поэтому, так сказать, это еще питает иллюзии по поводу того, что если это невозможно на муниципальном уровне, то как это возможно на федеральном, да, или как они там, говорить, так сказать, о государственной думе. Вот, по-моему, иллюзии настолько, так сказать, перехлестывают, да, что через караку. Вот, а теперь по поводу, а что же, собственно, тогда, действительно, на каких началах, да, мы должны выстраивать, собственно говоря, свою позицию. Вообще, так сказать, мы национал-патриоты, да, мы обычно так говорим, вот, но при этом как-то забываем вообще о том, так сказать, какую вообще традицию мы несем, да, на что мы направлены, нацелены, да. Вот, и здесь получается такая, ну, скажем так, у нас в одном лагере получается, как бы, две силы, да, те, которые называют себя русскими ватриотами, вот, и вторая, да, которая тоже называет себя русскими, но, к сожалению, ни по мировоззрению, да, ни по своему сознанию ими не являются, а вот некие такие, там, советско-либеральные, значит, и выдают это, пытаются выдают это за русскими. И поэтому мы не получаем вот эти два, как бы, противоречивых таких решения, да, то есть русские подруга говорят, что нельзя получить какие-то, там, национальные дивиденды, да, это, так сказать, там, продвинуться в условиях заведомо не русских, а гособразования, да, это наследие советского государства, вот, поэтому, так сказать, надеяться на то, что мы там чего-то сможем получить, вообще не нужно. А вот эта часть, она надеется, потому что она так воспитана, ее так образовали, ее так воспитали. Но, к сожалению, вот, так сказать, там, любое образование, оно должно пропускаться через сердце, ум и воли, и делаться уже своим. Получается, люди, так сказать, каким-то образом, не пропустив этого через себя, соответственно, и не стали, оно как бы осталось внешним для них, и они вот в этой вот парадигме и пытаются мыслить, действовать, чувствовать. Ну, теперь по поводу демократии, что она нигде не была в вашу правильную. Знаете, был такой профессор Витт Деман, Владимир, да, вот, он написал в небо знаки империи. Так вот, нашу русскую национальную традицию, да, он назывался «Медержавная демократия». А почему? Ну, как известно, демократия бывает партийной, а бывает внепартийной. Так вот, русская национальная традиция, это именно внепартийная демократия. Это то самое земское самоуправление, волостное, въездное, губернское. И, мало того, другой профессор, Махнач, Владимир Данич, считал, что если существует в стране и государственности именно вот эти три ступени самоуправления, то демократия в стране есть, даже если нет высшего народного представительства. А у нас парадокс заключается в том, что высшее есть, а вот того самого натурального, да, самоуправления земского, не существует. И получается, у нас народного представительства нет, по сути дела. Оно только протоколируется, ну, там, декларируется, имитируется. Да, имитируется, да. А на чем, собственно, тогда строилось-то? Вот вы говорите, нет, там нигде не построена демократия. Но русская история, вам может возразить, в Киевской Руси, пожалуйста, сочетание власти Великого Князя, городских старцев и Вечер. Ну, тоже много. Московская Руси, Московская Руси, это значит, Великий Князь, потом Государь, Боянская Дума, Земский Садов. Да, и вот как раз с периодом Петра Первого, да, и его европеизации, как раз ломается эта система взаимодействия, или, как называл, Махночь со стороны политики. И только при Александре Втором Освободителе она была восстановлена, да, а при Государе Николаю Александровичу, мы получили ситуацию, когда, к сожалению, был восстановлен не беспартийный парламент, то есть Неземский Садов, да, а партийная Дума. Но там давали клятву на верность монарху, и в итоге там почти, так сказать, большая часть этих самых партийных депутатов предала эту клятву. Вот, и мы получили то, что из законных, да, вот всех трех форм верховной власти, именно в этом взаимодействии, мы получили три незаконных, да, То есть сначала олигархи, как власть немногих, утративших качества, значит, демократия, как власть граждан перестала существовать, ее заменила охлократию власть толпы, то есть самая в 17-м году, а олигархи это, это те самые, вот профессиональные революционеры 17 тысяч, о которых нам дальше расскажут, вот. Ну, и затем, значит, как бы, внутри олигархии выделяется некий человек, который, так сказать, в опоре на охлократию, да, уничтожает Ленинскую гвардию и приходит к терранической власти. Что происходит после его смерти? Ситуация восстанавливается, как бы, к единой олигархии. И так мы, по сути дела, доживаем до 90-х годов. А дальше нам вместо одного кандидата, за которого нас все время заставляли наших предков голосовать, предложили несколько партий. То есть, как бы, расчернили, как бы, несколько партий, да, вот, и как раз придумали вот эту систему, что якобы это не партия власти, а, кстати, да, партия власти, во-первых, его понятия нигде в мире нет, да, там, ни президентской республики, ни в парламенте, что это за понятие такое? Или еще в Конституции еще клеще. Президент является гарантом Конституции. Вообще-то, Конституция бывает гарантом президента. То есть, некий основной закон, да, не допускает произвола, там, главы государства. А здесь, смотрите, полностью наоборот. Глава государства, оказывается, и его произвол, это гарант основного закона. Поэтому, ну как, ну и вот, при таких нынешних условиях можно надеяться, что русское национальное движение сможет, значит, победить. Поэтому я совершенно согласен с Игорем Ивановичем по поводу, значит, действительно, у нас остается третий путь. Это выстраивание горизонтальных связей тех самых, значит, русско-национального, значит, форматоре и русской культуры, да, то есть во всех ее сферах, и в религиозном, и в философской, и в научном, там, и в сфере искусства, и в сфере хозяйственной, культурной, культурной и бытовой. И вот только когда мы это сможем сделать, вот тогда мы сможем предъявить, действительно, тот самый, значит, как говорил Махманыч, принцип компенсации. Ну, сейчас за сто лет, значит, в дальнейшем это будет уже больше, по всей видимости, если ничего с ними не случится. Да, то есть компенсация за все, значит, потери русского народа и его национальные виды, духовно-политически-социально-хозяйственной, культурной области. Благодарю за внимание. Ну, как вы знаете и помните, я представляю ту часть России, которая абсолютное большинство и проживает в селах, деревнях и малых городах России. Значит, вот нас там почти 90 миллионов человек, и оставшихся 50 где-то 6 в больших городах живет. Большинство нашего населения представляет собой абсолютно русское население. И я всегда на это обращал внимание, что нам ничего не стоит, чтобы в России была русская власть. Просто русские должны прийти и проголосовать, хотя бы в тех условиях, что есть, один раз за русскую власть. И с завтрашнего дня она должна бы у нас уже быть, как такова. Это то, что из большинства. Из последних, так сказать, данных нашей статистики. В 2015 году на 168 тысяч человек, вот, граждан в России стало меньше. Естественная, как бы, убыль населения. Точной статистикой не обладаем, но думаем, что порядка 150 миллионов из них это чисто русское население. Мы тихонечко вымираем и замещаемся. Действительно, прилив мигрантов есть, и общий фон вроде не уменьшается в нас, население в России. Но та самая, будем говорить, основополагающая нация все равно вымирает. Буквально три дня назад, я не знаю, вы обсуждали или нет, вот, три дня назад, вот, значит, русские фермеры Кубанского края решили... Хороший митинг был, меня пригласили туда тоже, я прилетел, буквально несколько часов выступил. Мне вообще понравилась очень сама тема и идея, которую выстрадали эти люди на земле. У них никаких особых не было требований, кроме единственных, завершить земельную реформу в Российской Федерации. Извеченную национальную идею, наш национальный вопрос, вот, значит. Чтобы прекратить, в конечном итоге, решение земельных вопросов через голову потенциальных владельцев и самих владельцев, вот, значит, наших граждан России. Прекратить землю, чтобы не передавали иностранным гражданам и вообще иностранным странам, чтобы она не уходила. На Кубани это очень остро строить, земля дорогая, плодородная, вот, значит, и люди решили, что, ну, раз никто не берется этот узел разрубить, они куда не писали все эти годы, тем не менее продолжается, вот, значит, вот, отъем земель через подставные документы, через голову владельца, вот, значит, вот. И просто возмущению крайно стало, они решили ехать, как они считали, как они считают, единственному человеку, с которым они считают, можно разговаривать, это с президентом. Больше, говорит, ну, не с кем. Такова была мотивация митинга, они выехали, все. Нервы сдали у Устинова, полномочного представителя, естественно, всего. Почему сдали? Потому что присоединились к ним, вот, значит, пермира начали поддержать, вот, в Ростовской области. Говорят, готовилась, вот, я точно знаю, но это точно было, Хопер хотел тоже выехать, другие, вот, значит, территории. Волгоградские фермера поднялись, вот, значит, вот, и нервы сдали, решили, что не допустить, вот, в Москву народ на прямой разговор с властью. Не допустить, вот, значит, их начали, окружили национальные гвардией, взятые. Но суть-то не в том, что окружили. Я не думаю, что эти люди уже сдадутся. Десять суток дали, троим и четверим, да, на сегодняшний день, сейчас фамилии нам скинут, все-таки. Остальных оштрафовали, человек, наверное, 30-40 оштрафовали. Я думаю, что и дальше вот этот пресловутый отдел Э, борьба с их сил, будет их давить, вот, кататься на семьи давить, запугивать будут, ну, подобное. Но вопрос-то не решился земельной реформе таким способом никак. Мы не защитили свою землю от посягательств любых, вот, и внутренних врагов, и внешних врагов, так сказать, народных, вот, да. Поэтому надо бы добиться, это и все. Каким образом это надо было поддержать? Ну, поддержали дальнобойщики, я считаю, это очень правильно. Поддержал Омск, вот, там даже вот вчера привели телятву фермера к приемной президента. Предложили президенту Бочков в обмен, чтобы выпустил вот за этих Бочков он трактористов наших. Но я скажу, это очень опасный прецедент произошел, ведь с позавчерашнего дня профессия тракториста у нас, пожалуй, запрещенная теперь профессия. А как? Страшно быть трактористом теперь. Нельзя арестовывать, штраф дают только за то, что ты едешь на трактор. Просто едешь, ничего не предъявляешь никак. То есть вот такая ситуация. Но, знаете, если бы было не 40 тракторов, и не 20, и не это, а было бы 400, а было бы 40 тысяч, то не хватило бы никакой национальной партии. Я не думаю, что они бы перекидывались в Москву, и все просто бы не хватило, и люди бы могли как-то решать такие вопросы. И в этом уверен я, что мы только массовостью своей, вот поддержкой друг друга смогли бы что-то решить. Если этого не будет, будет очень трудно. Вот наше вот тоже движение Федеральный сельсовет, так сказать, на последнем дыхании мы пытаемся что-то сделать. Мы очень переживаем, что скоро леса станут частной собственностью тоже. Практика России показывает, что как только становится частной собственностью что-то, дерево это зарабатывает кислород. Какой же бизнесмен наш вот упустит возможность продавать кислород? И будем мы дышать тогда за деньги тоже. Поэтому вода, леса и земля, по моему глубокому мнению, должно быть либо очень ограничено по количеству владения важной семьи в одном человеке, либо вообще лучше запретить частную собственность на такое дело. Это приведет всегда к каким-то прецедентам. Если это будет делаться снизу, рано или поздно революция. Если это делать и снизу, и сверху, можно избежать какого-то крупопролития и сделать. Но не с кем говорить, видите, не желаем с народом говорить. Ну и еще раз повторю, что нас абсолютное большинство. Как сделать, чтобы мы это большинство перевели в качество еще и решали именно большинством все свои национальные и межнациональные, и экономические, и социальные вопросы. Так как мы желаем, чтобы была честность и справедливость. Согласен, спасибо. Василий Александрович, не услышали по поводу выборов. Да, я обязательно скажу. Значит, я участвую в выборах. И скажу, что так оказалось в действии нескольким людям с движения Федеральный Сельсовет и нашим. Мы тоже вот на чуть-чуть оказали, что смогли зарегистрировали человек 12 в общей сложности. И в Перми наши ребята пошли. И вот там. Мое мнение такое, что можно назвать это по-другому. Хитростью троянского коня запустить туда или еще чего-то. Я не вижу зазорности в том, что если бы вдруг пробились и получили мандат, хотя бы не просто говорить, а действовать. Более того, я заверяю многих своих и соратников, и противников, и всех, что ничего, стану депутатом, Дума будет по-другому работать и по-другому будем говорить. Путин будет ходить на заседание через день туда. Потому что все законы принимает Государственная Дума. Как бы мы не кивали на правительство, как бы нет, все ссылаются на законы. А законы у нас принимает Государственная Дума. И поэтому, если уж землю отняли, то это по закону, который приняли депутаты. Если уж воду нам продают или другим, это тоже наши депутаты. Если лекарства подорожали, это тоже депутаты сделали. Поэтому Дума это основополагающий закон верховный, власть как бы. Все остальное уже отсюда исходит. Если будут депутаты настоящие, народные, если мы добьемся, чтобы мы имели истинное правосудие, народный суд, который будет стоять на страже Конституции, все у нас получится отлично и красиво. Мы мужики, нам все по плечу и не по барабану лежат. За это время успели в РНФ выпустить более 100-115 демотиваторов. И вот просто для понимания того, насколько хитер враг, цитирую, попарнас. В период Талмуда это предводитель, глава общины, позднее каждая из группы лиц, избираемая общиной Кагалов для заботы о ее материальных нуждах и для представительства перед властями. Это цитата из электронной еврейской энциклопедии. Значит, очень сконцентрирована именно на парнасе. Да, значит, парнас себя позиционирует как продолжение партии «Народные свободы» или дореволюционной партии кадетов. Значит, из докладной военного агента Генштаба Российской империи, полковника Ничвободу, 1 декабря 1906 года, совершенно секретно. Все нити нашей революции сосредоточены в иудейско-масонских руках, что из наших общественных деятелей некоторые находятся в несоминной связи с масонами, с главным правильным партией. Я напоминаю вам о плане Далеса, который наш президент выполняет в неукоснительной дозапятой. И если вы предлагаете запустить барашек в стадо волков сионистских, и значит, барашек это что-то сможет сделать, и понадеется не быть съеденным. Это глупо. А что, волка не запустить? Волка не запустит? Все юридские штаты волков не запустят. Как в нашем, в Киеве, в Киеве. Пожалуйста, следующий. Георгий Александрович, есть у кого реплика на эту часть? Поднимите руку, у кого реплика. А что реплика? Какая реплика? Все равно, в тексте этих законов это всего лишь правила поведения. Есть только физические законы природы. А правила политические, это право сильного. У нас есть сила? Есть? Набрали силы? Единственное, что у нас ресурс, вот я лично надеюсь, на ресурс. Только на ресурс надеюсь, Новороссий. Все, проект Новороссий. Он не провален. У кого есть еще реплика? По поводу того, что вот наш народный депутат, если он разберется, будет, Путин будет каждый день ходить на ваше заседание. Они вам выделят отдельного Путина. Сейчас уже много. Ну хоть одного пусть дадут. Я хотела еще раз напомнить о том, что 25 лет садьбы привели только еще к худшему результату. И бороться со злом с помощью зла, участвуя во всех злых намерениях, да, и легализовать зло, и все. Еще раз хотел я констатировать тот факт, что те, кого мы приглашали, они не явились не потому, что были ненадлежащим образом извещены, а потому, что у них нечего им сказать, и они боятся патологической дискуссии. Они только привыкли к различным монологическим речам на первых и вторых каналах, что их не перебивают, их слушают, и они чрево вещают и благовестны. И так будет не всегда, потому что все равно русский народ в лицее его лучших представителей придет в власть, и мы каждому воздадим по заслужению. Спасибо. Добрый день. Вот я сейчас вернулся с передовой, там нас сняли свой выбор. И говорю, ребят, вот я, извините, продул свою часть. Ну не продул, а нам не удалось прорваться. Поэтому идем по вашему, по референдуму. Давайте, начинаем. Где он? Где ваш референдум? Где у нас вот эти вот альтернативные выборы? Где общины, созданные везде? Нету, вот вы сейчас говорите, что нет этим, ну вот, нет выборов. Ну и что? И тишина. Я хоть что-то там взял. Здесь ничего нет. Кирилл Барбаша, мы задели. Тишиного, да, все. Коллеги, у нас матроска есть. Конечно, тишина матроска, матроска и тишина. Все. О чем вы говорите? Только предложу, меня сразу спрячут. Секундочку. Туда же заброшу вот так стучит. И все. Значит, ну, я... Я вот внимательно всех слушал и записывал за каждым. Из 18 человек, выступивших сегодня, 12 высказались за игнорирование этих выборов. Поскольку выборы фальшивые, постановочные и имитационные. Только 6 человек высказались за. Поэтому я делаю вывод, что 70% населения России, в том числе 70% присутствующих в этом зале, против этой фальшивки и постановки. И сегодня, друзья мои, мы наблюдаем, что с 91-го года мы все находились в темноте. Мы все страдали, и Россия страдала больше, чем мы. И сегодня вот это голосование, вот это высказывание подтверждает мое мнение, что сегодня необходим переход к традиционной системе ценностей, к религиозной системе ценностей, к морали, к совести, когда младший уважает старших, когда братья заботятся о сестрах. Поднятие уровня нашей жизнеспособности, обращения к Богу. Значит, иммунитет культурный, иммунитет потенциальный приведет нас к духовному возрождению, к культурному, значит, просвещению. И это как раз приведет нас к победе. Я вижу, вот в сегодняшней, значит, пропорции 70%. Это яркий свет, который разобьет тудьму, которая находится с 91-го года. Спасибо. Я доставил нашу власть, какая бы она ни была, 22% бюджета отдавать на образование. Я возглавил комиссию по образованию. Они сделали это, потому что у всех есть дети. Я знал, на какие кнопки нажать, чтобы они повернулись в нужную сторону. Они не по карману бросовали эти деньги, а отдали детям. Поэтому, еще раз, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И поэтому нужен нам результат. На чем-то консолидировать людей. Консолидировать на протесте, да. Вот этих нельзя. Консолидировать на том, что наши пошли. Давайте 5 человек, 5-7 продержим, поддержим и так далее. Но не делать ничего. Просто сидеть и делать из себя таких честных. И дожидаться, когда кризис ударит, вот тогда-то мы его взглавим. С моей точки зрения, безградцы. Мы прозеваем главы, нельзя. Что-то надо делать. Спасибо. Вы сделали насчет образования, поэтому его уничтожили. Что нам дают импульс для того, чтобы мы сейчас все уговаривают нас и так далее. Это называется доминантом. Который фактически означает перекачивание сил живого существа. Каждого из нас. Вот мы эти самые выборы там и так далее. Загоняет нас в стадо, в этот традиционный путь и так далее. Ну все это понятно. И таким образом мы как бы лишаем себя возможности к поиску другого варианта. Вот это очень важный момент. Загрузить человека чем-то не нужным, так. И тогда он не станет сопротивляться. Вот это такой момент. Ну и второе. Я хотел бы поблагодарить просто Василия Александровича и ББО, которая ушла за то, что они, как представители, вот именно, ну участников этой выборной системы пришли сюда. Ну хотелось бы, конечно, вот да, ну как бы оппоненты основной массы. И ну хотелось бы, конечно, Василия Александровича услышать, услышать какие-то конкретные доводы в пользу этой выборной системы. Вот прям буквально. Я просто скажу, позвоню. Три короткие реплики. Первое. Сюда не пришли представители партии, которые будут жули по одной простой причине. Они на нас смотрят примерно так же, как пассажиры паровоза, которые проезжают мимо полустанка, а там с ним машут, типа остановитесь, вы хотите поговорить, мы хотим поговорить. Они с нами не едут, что с ними разговаривать. Они нас не боятся, они нас просто не видят в упор. Вторая реплика у меня, только что было сказано, что про 22% образования. Ну, я это примерно оцениваю, извините за грубость, что спасибо за то, что лакея отдельно на 22% длиннее, ему хламидует, или что там, ливреев. Это примерно так выглядит. На общей ситуации это никак не отразилось, что вы вышли для этих 22%. И третья реплика у меня по поводу, более конкретная, по поводу протестов фермеров. Я попросил еще позавчера Максима Калашникова связаться с лидерами, да, с вами. И нам бы хотелось на самом деле услышать от вас, поскольку вот это сейчас живое реальное дело, как бы мы могли вас поддержать. И мы конкретно, структуру которой я возглавляю, я единственное, что смог, это на своей странице немедленно разместил ссылку. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо всем. Я хочу ответить на то, что мы делаем, и то, что мы сделали. Сегодняшняя власть живет по системе, которая была выработана в 93-м году представителями Центрального разведывательного управления, Патагоном и так далее, экспертами, которые готовили нашу Конституцию. И наша Конституция, а я был координатором 4-й группы Конституционного совещания, и знаю это достаточно хорошо, была сделана очень неплохо. Но переработка ее была в течение недели сделана шахраем под их руководством. Что мы получили, вы видите на руках. Так вот, по какому закону страны должны жить люди? Вот это один из основных вопросов. По какому закону страны должны выбираться люди? Это один из основных вопросов. Как мы будем поднимать свою экономику? Все это мы прорабатывали, и все это есть. Есть и в ПДС, есть и в политических партиях, есть и в РНР. Вот есть Конституция, которая подготовлена, в том числе и Сергею Юрьевичем, которая сегодня тоже стоит на стороне, так сказать, выборов. Но могу сказать, что вот эту Конституцию, даже если пройдет 80% от национал-патриотов, не примет никто, ее не подпишет просто президент, который сегодня представляет либеральное, либерально-олигархическое лобби во власти. И вот с этого момента я могу только одно выразить, что никогда в этой ситуации национал-патриоты не возьмут вверх внутри Государственной Думы. Да, на каких-то нижних уровнях, на уровнях муниципалитетов, местных собраний, да, но решаются все основные законы Государственной Думы. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо идти или не надо, мы прекрасно понимаем ситуацию, что если мы туда и идем, значит, а здесь уже об этом говорили, мы просто лекализуем этот режим и даем ему возможность говорить от имени народа и за народ. Вот если мы, допустим, многие здесь высказали, а я достаточно слушал внимательно, многие говорили здесь, вот мы туда пойдем, вот мы возьмем у «Единой России» голоса. Кому вы их отдадите? Справедливой России? Кому? Вы думаете, что вы пройдете там и сделаете фракцию? Сомневаюсь. Вот Андрей Николаевич, живой пример, прекрасно знает, что это такое фракция и каким образом она формируется. И если даже пройдет одномандатник, что они, в общем-то, на сегодняшний день решили поиграть в эту игру, что одномандатники будут от народа. Да не будут они от народа, поскольку сегодня те одномандатники, которые идут в Государственную Думу, это та же креатура, извините, Кремля. Я сам избирался, я знаю, что это такое, и избирался не раз, участвовал в выборах. Поэтому, когда мы говорим о выборах в Государственную Думу, я еще раз подчеркиваю, в Государственную Думу, это разговор, ну, будем так говорить, это равносильно тому, что мы собираемся играть в одни ворота, но голы будут засчитываться нашему противнику. То есть, по сути дела, мы играем в одну и ту же игру, но только по их правилам. Вот и все. И я не знаю, многие здесь говорили, и я здесь, кстати, согласен с Игорем Ивановичем, что нам нужно внимание обратить не на выборы, а внимание обратить на то, что может быть после выборов, а после выборов может быть разное. И мы должны быть готовы к этому. И вот национал-патриотические силы должны консолидировать свои усилия, в том числе и в поддержке друг друга, в данном моменте, и быть готовы к тому, чтобы предложить обществу конкретные пути выхода из ситуации. Вот мне кажется, это так. Это мое личное мнение, это не мнение круглого стола, я подчеркиваю. Но сегодняшнее мнение круглого стола уже здесь подсчитали, разделилось 30 на 70. Поэтому выводы мы можем сделать только одни. Большинство из тех, кто присутствует против этих выборов, но если кто-то из наших пошел туда, дай Бог, чтобы он прошел, чтобы он все-таки как-то, так сказать, представлял нас в Государственной Думе, что маловероятно, еще раз подчеркиваю. Но раз так уж решили, значит, успехов нашим товарищам в проходе Государственной Думы. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok